Кстати, меня удивило, как люди в комментариях бесятся, знаешь, когда вот, например, вот так вот кто-то сидит, и они такие, что ты, да, а мне вот это действие, вот это вот, помогает сфокусироваться, взять что-то в руки, поверсеть. Я недавно статью читал о том, что, короче, шевеление вот этой, именно вот этой мышцой запускает внутренние процессы, что у тебя мозг, блять, питание лучше получает, когда ты ногой шатаешь. То есть самое главное, заковыка всей псевдонауки, она заманчивая, то есть она простая, короче, к пониманию, ты такой, нас наебывают, это теория заговоров, а вот этот чувак говорит правду, потому что ему не дают деньги, короче, владельцы Shell и прочие нефтяники, они ограничивают таких типов, как они, чтобы они не выросли, не захватили, короче, власть над ресурсами. Если ты будешь это говорить неироничным голосом, у нас будет 500 миллионов просмотров в шортс. Нефтяные компании специально так покатят, нарежете потом. Вот, и даже, короче, подземные люди идут в эту же обойму, то, во что очень просто поверить. Например, заговор, короче, про подземных людей вообще от Хованского на самом деле услышал. То есть это какие-то чуваки в Сибири, которые спаслись от всяких набегов вражеских племен, осели в пещерах под землей, потеряли способность видеть и стали альбиносами. Ну, насколько я помню. Вот. Что в целом, в теории, ну... Вероятно. Вероятно, блядь. Вообще легко поверить, конечно. Ну, поверить же легко. У них обострился слух наверняка очень сильно обоняние. Ну да, такие, короче, стали. Обоняние, ноздри втянулись, как у летучей мыши. Глаза красные стали. В 2006 году про них сняли фильм «Спуск». Да, конечно. И в Форесте в игре они же. Вот. Че еще можно? Подземные люди. Да хер с ними, с подземными людьми. Это, ну, типа, больше даже историческая штука. Мне кажется, сейчас подземные люди, которые слушают нас в подкаст, очень расстроились. Ты думаешь, у них есть широкополосный способ связи с интернетом? Слушай. Они тебя просто слышат. Они улавливают твои вибрации, как эти гробоиды, блядь, из дрожи земли. И просто слушают сейчас наши подкасты, все. А это же возможно, блядь, вибрации же передаются. Слушай, нет, скорее всего, они смотрят какие-нибудь маленькие подкасты, которые в андеграунде. Нижний интернет. Нижний интернет, тоже хорошо. Блядь. Через физику к звездам, блядь. Вы к настоящим. Вот, еще мне очень нравятся чуваки, которые специально ездят. А ведь люди, извини, что подземные люди, это, можно сказать, наше ядро практически. Ну да, так-то да. Наш фундамент. В каком смысле ядро? То есть, мы мочим коры, а не подкорки. Сука, с этими корами. Ладно. Мы где находимся? Мы сейчас в разговоре про физику? В разговоре понятным про физику? Или в подъемах каких-то? Я уже не понимаю. Мне кажется, во вселенной Мортик, где все смешалось вообще вместе. Нужен совместный урок физики с каламбурами. Это не аспец, я не про физику. Надо объединить струи. И, короче, больше всего меня удивляют чуваки, которые специально едут в Египет. Египет. Египет, правильно. К пирамидам. Смотрят на всякие фрески, вырезанные блоки квадратные, всего-навсего с одним вырубленным углом. Ходят вот так вот. И с умным видом говорят, ну, это руками никак не сделать. Ну, это понятно. Это алмазной фрезой делали 3000 лет назад на токарном оборудовании. Ну, я просто специалист, я знаю. Тут как бы следы, да, риски вот. И полмира такие, блядь, люди обладали древними технологиями, которые мы потеряли. Антарктида, Атланты. Мы потеряли технологии изготовления камня, типа обработки камня звуком. Например. Вот один видос у нас был про исследование возможности резания камня звуком. И в целом оказалось, да, то есть это реально. Медная коронка, медь, она же мягкая по сути. И вот мы в твердом камне за 12 часов проковыряли там 3 миллиметра этой медной коронкой. Там есть определенный принцип, за счет которого кусочки внедряются, ну, типа втыкаются в медь, она же мягкая. И у тебя получается типа как вот сверлое, оно начинает просверливать. Ну, это, блядь, настолько просто антигуманно по отношению к энергии, которую ты затрачиваешь. То есть тебе нужен вагон и маленькая тележка, чтобы вот столько обработать. А у тебя там охуевшие большие огромные блоки. И люди такие, нет, это, ну, в смысле. Основной аргумент, знаешь, какой? Типа, а чем это поднимали? Сейчас нет ни одного крана, который может поднять 30-ти или там 70-ти тонный, короче, гранитный вот такой вот блок. Как они это поднимали? Ну, явно, блядь, древние были, типа, образованнее, чем мы. Гораздо, гораздо. Да нет, это, блядь, это все очевидно же, это просто великаны. Они же же и, типа, землю в диск стесали, чтобы он круглый был, было удобно. Да, это просто, ну, раньше были огромные люди. Ну, да, примерно с землю размером. Да, да. Два было всего. Адам и Ева, да? Просто со временем они, ну, уменьшались. Измельчало все, ел. Да, да. Пиздец. Люди мелочные стали. Шрингфляция, кошмар, куда мы идем? Шрингфляция? Да. Это, кстати, термин. Реально? Экономический или нет? Ну, короче, когда ты покупаешь шоколадку весом вместо 60, 45 грамм за ту же цену. Это как молоко, которое раньше было литр, теперь девятьсот, там, шестьдесят пять. Да, да. То есть, по сути, ты разницы по карману не замечаешь, но продукт получаешь меньше в итоге. Отстой полный. Притом, куда ни посмотри, везде сейчас это. Так я сам неоднократно задавался вопросом, а как это действительно строили? Пирамиды? Да. Есть несколько теорий. Самая старая, которую еще преподавали, типа, в школе, насчет Египта, там, в учебнике в истории, что был у них какой-то каньон, они приезжали туда, вырубали примитивными инструментами, типа, вот эти блоки, везли, на месте потом уже, там, как-то обрабатывали, шлифовали, т.д. Ну, и хитрожопными способами как-то они их там подружали, а-ля недавнее, кстати, исследование чувака, там их миллион вообще, на тему древнего Египта, как все это делали. Нихера же не осталось, кроме камня, прикинь. Вот самое главное западло, нахождение всяких старых вещей, кроме окаменелости, потому что животные достаточно детально, типа, застревают и передают вообще, как они были устроены. Это то, что люди делают свои предметы быта из дерева, блядь, из металла, из пластика, ну, пластика тогда не было, какие-то примерные подобия, наверное, может, существовали. И все это умирает за сколько? За сто лет максимум, ну, я имею в виду, разлагается, то есть вообще ничего не остается ни от бумаги, ни от ткани, ни от металла, ни... Один лишь камень. Камень, ебучая штука, ну, минерал, который доживает до наших дней. Здорово, епта! Это охренеть можно. И, короче, один из чуваков, говорит, который исследовал всю эту тему, говорит, что пирамиды строились... Сначала был центральный подвоз, ну, типа, такой очень-очень-очень длинный плоский подъем, куда тащили все блоки. А потом они, короче, пирамиды выстраивали по спирали. И сверху потом закладывали вот эти места, где был спиральный подъем, и у них получалась, ну, ровная такая хуйня. Притом, пирамида сама по себе, она очень интересно сделана. Это не четырехугольник. Ну, то есть... Пирамида, блядь, это так и называется, пирамида четырехугольная с плоским квадратом внизу. У него стороны, они, короче, немного вмяты. И что до сих пор удивляет, пиздецки, что угол отклонения, ну, вот, типа, есть XY, да, у пирамиды, типа, низ и одна сторона, они отклонены ровно от севера и, ну, типа, от ферчкали к горизонтали, ровно, сука, на одну секунду. Ну, секунда, это одна шестидесятая градуса. И эта хуйня совпадает с тем, что земная ось сместилась за время вот их постройки. Ну, типа, где, короче, да, они указывали на истинный север, могли бы, короче, они полностью соответствовали всем направлениям света, по большому счету. То есть ты прям, это как компас, считай, только огромный и стоячий. И сейчас вот это отклонение существует только из-за того, что континенты движутся. Ну, или земля там ушла. Ну, или да, условно, да, то есть они были идеально точные, но вот за вот эти условно пару тысяч лет, которые они уже стоят, они чуть-чуть сместились, и вот сейчас мы эту погрешность можем посчитать. 12 вроде как. Вот, это, кстати, тоже отдельная история, потому что есть чуваки в духе Грэма Хэнкока, которые вот изучают как раз Древний Египет, все вот это. Я слышал много от кого, что шарлатаны, в частности, Рамбл, который его озвучивал, мы с ним как-то попереписывались. Говорит, будь богом проклят тот день, когда я этого шарлатана, типа, попереводил. Но рассказывает интересно, просто ебнешься. Он начинает с древних карт, говорит то, что вот, Антарктиду открыли там когда-то, а вот смотрите, я нашел карту 13-го там века, и вот что это? Скажите-ка мне, если это не Антарктида, то я не знаю. И вот так потихонечку, потихонечку он приходит к пирамидам, говорит, что пирамиды, что сфинкс. Вот нам сказали, что 2-3 тысячи лет, ну, типа, сколько, 4 тысячи лет, типа, вот официально говорит, типа, 2 тысячи лет до нашей эры, типа, или около того их построили. Да, тоже как бы сейчас непроточные цифры. Вот, но говорят, что, возможно, сильно больше им. То есть им не 2 тысячи лет, а 12 тысяч лет. И что это совпадает, там, знаешь, по времени, там, с последним, с концом или с началом последнего ледникового периода, который был. И что вот поэтому, что это следы еще более древней цивилизации. Совсем древней, которая вообще до нас жила, и вообще очень все умело, и звезды себе, звездами вообще жопу они вытирали, между прочим. Да, 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 да. Ну, в это очень хочется верить. Да, вот, видишь? Потому что альтернативная история. Да, 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 да. Потому что ты уже слышал тысячу раз. Да, я обожаю вообще конспирологические теории. Это кайф, это прикольная, знаешь, такая жвачка для мозгов, но все равно меня ничем привлекают. Например, вот этот чел. Грэм Хэнкок. Грэм Хэнкок. Мы, по-моему, вместе с тобой его смотрели, ты меня кидал. Да, да, да. Ну, у меня на хате мы его смотрели, сидели вместе. Вот, мне тоже эта тема интересная показалась. Потом я начал гуглить про чела чисто, ну, кто он вообще, с каких высот он мне может рассказать какую-то штуку. Оказалось, что он, несмотря на то, что я научные регалии, ну, пока не понимаю, как к ним относиться. То есть, есть чувак-профессор. Он как бы вот тебе рассказывает. По идее, заверенная информация, но бывают такие, которые вообще дичь несут. Также этот чувак, он журналист, он публицист. То есть, чувак-гуманитарий. Хуй с ним. Гуманитарии – это историки в том числе, которые тоже, у них есть свои какие-то инструменты для изучения того или сего. Но его историю я читал и такой, а, чувак, значит, окей, был журналистом, ага, ага, потом 17 лет он курил, притом плотный, сам об этом говорит, так, что же еще, что мне может, типа, сказать о том, что он мне не заливает какую-то дичь. Потому что говорить о том, что континент был, вот, Пангея, вот, там, старые карты, потом еще говорить о том, что все подобные постройки стоят на одной линии в мире, что это там какие-то математические хуйни. Это, конечно, все замечательно. И много очень... Это правда, что они на одной линии стоят? Хуй знает, надо проверять. Я не нашел, как. Поехали. Очень любопытные вообще вот вопросы задаются, да, вот такими теориями, которые ты как бы с полпинка-то и не проверишь. Нет, ты можешь проверить. Прикол в том, что... Пожди, ты же можешь на гугл-картах даже как будто проверить, нет? Да, но надо кривизну Земли понимать. То есть у тебя на гугл-картах, у тебя есть гугл-карта, прямой экран, да, у тебя есть две точки, ну, на планете, вот, А, Б, и на гугл-карте они будут вот так вот. То есть это кратчайший путь, потому что... Путь, блядь. Потому что ты, типа, шар разворачиваешь на плоскость, и все, что было плоское на шаре, получается дугообразным на плоскости. Как-то так. Ну, в общем, да, условно, на плоской карте ты ведешь прямая линия, а по итогу окажется, что она вот такая, блядь, вся. О-о-о, мне часы подсказывают, теория плоской Земли, вот что я нашел. Они слушают нас, Эл, пиздец. Они как-то настолько сами выбирают, когда отвечать тебе на вопрос, меня это бесит. Я сначала думал, что я просто, наверное, запястьем эту кнопку нажимаю, нет. На часах. На часах, да-да-да. А по итогу нет, они просто иногда срабатывают, отвечают мне на какой-то вопрос. Блин, я отклонюсь от темы, мне вот интересно поспрашивать у людей, которые носят эти поебучие часы, которых очень много, очень много людей, которые носят эти Apple часы. Нахуя? Удобно? Вам что, недостаточно телефона? Нет. Вам еще уведомления на руку нужны? Нет, дело не в уведомлениях. Я их себе покупал, чтобы вот эти круги закрывать. И это очень... Ну, ты помнишь, у меня 200 дней подряд, по сути, марафон ходьбы был. Ты вообще безумец, чертов. Каждый день смотрю, Жора закрыл, Жора закрыл, а я в диване. Вы еще в друзьях у друг друга видите, кто круги закрыл? Да. А как круги закрываются? Я хожу в спортзал, час ебашу, у меня не закрывается круг. Поставь поменьше себе просто. Во-первых, да. Во-первых, смотря сколько калорий, сколько активности, сколько что поставишь. Ну, у меня на телефоне, у меня не на руке. Ну, если телефон постоит... Ну, у него нет режима. У меня в кармане, когда я на беговой дорожке, конечно. Чтобы он считал шаги. Нет, шаги он будет считать, конечно. Но он тебе не скажет, что замечена силовая тренировка. Что записать? Пока не будет там штуки, которая измеряет уровень сахара через кожу, я покупать не буду. Хотя, насколько я знаю, такой патент есть. Они... У них, во-первых, он есть, они его готовят. Они же по кусочкам вываливают всякие плюшки в новых устройствах. Те же уже вообще пиздец, что можно в телефон встроить, и в часы в те же. Но... Я не знаю, можно ли рассказывать это или нет, но я расскажу. Давай, если что. У меня есть один хороший друг, очень-очень интересный человек. И он общался с каким-то очень интересным разработчиком. Уже есть, насколько я понимаю, электрокар, который может на одном заряде проехать 10 тысяч километров. На одном заряде. И прикиньте, уместить вот эту батарейку в телефон, который вообще не надо будет заряжать, или надо будет заряжать раз в год. Прикиньте, как вообще эта штука может изменить мир, если это действительно есть. С одной стороны, да, но такие технологии не всегда масштабируются в обратном направлении. То есть иногда, чтобы оно вот так работало, оно должно быть здоровельным. Бывает такая херня. В том плане, что непропорционально, ну, то есть, условно, если это до размера батарейки телефона сделать, это вообще не факт, что он будет работать дольше, чем у тебя сейчас работает телефон. Если бы мы уже этого коснулись, тут же не так давно была новость про то, что японцы какие-то очередные... Очередные графеновые? Не, не графеновые, а про суперпроводники. Батареи, типа, аккумуляторы? То, что они сделали, типа, суперпроводник, не в условиях абсолютного нуля, без жидкого азота, при комнатной температуре. Я тоже следил за этой новостью. А проверили? По-моему, да, начали появляться сообщения о том, что чуваки проверяли, у них нихуя не получилось. А научное сообщество, оно тем и прикольное. Типа, ты что-то такое сделал, о, я изобрел. И много людей с разных точек планеты, которые заинтересованы, они тоже могут такие, так, эксперимент, данные, хуй мое, не получилось. Вот, ну, мы с тобой чуть-чуть понимаем, объясни, что такое вообще суперпроводник и для чего это нужно. Сегодня я буду просто слушать, пацаны, потому что, ну, я вообще не разбираюсь по всем, в чем разбираешься ты. Это суперинтересно послушать. Ну, да, хотелось бы более простого языка для нас, для нормисов. Суперпроводник для меня это, ну, охуевший лабрадор, типа, который, который слепого ведет просто, ведет на вершину. Ты путаешь, это суперповодыщик. Я суперпроводник, блядь. Суперпроводник это в поезде. Типа, которая такая, типа, доширак, чай, горловой. Хотите, мать, суперпроводник. У вас все оплачено. Что это вообще такое, суперпроводник? В чем смысл вообще этой штуки? Не буду говорить, что я супер в этом разбираюсь и скажу, по-моему, суперпроводник это такой материал, у которого нет сопротивления. То есть это... Шлюха. По факту. Но если у тебя деньги кончаются, там тоже появляется сопротивление. Там продление появляется. Да, да, да. Ток, сопротивление и напряжение. Что это такое? Вот есть у тебя кусок шланга с водой? Ток, это то количество воды, которое выливается из шланга. Сопротивление, это твой моток, короче, лобковых волос, который застрял в этой трубе и мешает проходу воды. А ты прям, ну, знаешь, как мне объяснять конкретно. Я стараюсь. Это честь для меня. Напряжение, это давление, короче, воды просто. Вот. А суперпроводник это такая херня, у которого нет сопротивления. Вроде как, если я... Я же тоже, блядь, не физик, у меня вышки даже нет. Типа депрессию сделали вообще, никаких лобковых волос нет. Дырочка огромная, пустая, со свистом все проходит. Почему это важно, суперпроводник? Потому что, если у тебя появляется сопротивление, появляется в воде трудность... Ну, типа, трудно в воде проходить или электрическому току. И появляется нагрев. А нагрев это нехорошо. Нагрев это, типа, сразу нужен кулер, сразу у нас ограничение по мощности и т.д. и т.п. Вот. Поэтому суперпроводники это заебись. Там потери какие-то еще идут, да, из-за того, что... Ну, вот из-за нагрева какой-то... Ну, то есть, часть энергии не доходит, собственно... Нагрев это и есть потеря энергии. А, ну вот. Самый, короче, пиздатый способ потратить электричество, это нагреть что-то. То есть, максимальный КПД, ты меньше всего теряешь. А вот эта вот история про то, что вот когда... Это же тоже суперпроводниками связано, когда вот жидким азотом охлажденный магнитик, и он может любое положение в пространстве занимать. То есть, он не примагничивается сразу к железке, а ты его поставил на двух сантиметров от этой железки, и он там держится. Ты его наклонил чуть-чуть, и он точно так же в воздухе держится. Бля, могли бы здесь прям этот опыт показать был. Прикольно. Ну, это ломает мозг, да. Да, да, да. То есть, ну, ты знаешь, как работают магниты, и тут ты видишь, что нихуя себе, они просто как магия летают. Они летают так, как ты их, типа, поставишь. И вот это вот удивительно. То есть, вот такие вещи, когда видишь, ты поневоле начинаешь интересоваться, как бы, наукой вот этими вопросами. Ну да, это выглядит как магия. А пирамиды, блядь, извините, из камней, сука, можно было собрать, из 30 тысяч рабов подключить. В пирамидах нет ничего прям особенного, особенно загадочного. Просто было дохрена людей с охуительным количеством свободных, нового времени. То есть, это же никто не... Мы привыкли, что здания строятся там 2-3 года максимум, большие, высокие. То есть, какой-нибудь Бурж-Халиф, и сколько он строился? Ну, лет 5, наверное. Слушай, а у них же при одном фараоне строились пирамиды, или как? Нет, там... Несколько сменилось. Там какая-то другая история с этим была. Опять же, возможно, они стояли там сильно раньше, чем эти фараоны. Есть, кстати, ну, несколько теорий, как их делали, опять же. Одна из прикольных — это геополимерный бетон. То есть, нашли следы шерсти овец в этом... Ну, взяли блок, распилили его, там раскрошили, просветили рентгеном. Нашли следы, короче, шерсти овец. И японцы такие, интересно, давайте-ка его разберем на составляющие. Подожди, в этих блоках? Да. И они, короче, воссоздали, как они утверждают, состав вот этого бетона. Геополимерный бетон он называется. Который просто ты вот, блядь, смешиваешь. Всю хуйню, которая есть. Да. Один элемент обжигаешь в печах. Ну, чтобы он у тебя вяжущим был, как цемент. Смешиваешь эту хуйню и льешь прямо на месте. Не надо тебе ничего никуда возить. Прикольно, они придумали перерабатывать мусор в пирамиды. Овец в пирамиды, да. Они еще и покойников туда клали, прикинь. Вообще, если честно, кажется удивительным сам факт того, что вот, допустим, при всей как бы простоте геометрической, это охуительная все равно большая построека. Очень большая. Ее сложно, долго, дорого делать в любом случае. И что все это только ради того, чтобы положить туда труп, это у меня в голове чуть-чуть не укладывается. То есть я понимаю ценность фараонов. То есть к ним же реально относились как к богам. То, что это вот потомки богов, которые сошлись с небес и все такое, да. А по итогу, ну, блин, я просто вживую пирамиды не видел, но я представляю, что это супер впечатляющее зрелище. Потому что только на картинках это все. А вживую, когда ты видишь человека рядом с ними стоящего, ты на это действительно смотришь и офигеваешь, судя по всему. Потому что это очень большая штуковина. Как бы не зря это... Это же одно из чудес света. А ты прикинь, мало того, что внутри там какой-то жмур лежит, неизвестно, сколько еще камер вообще в самой этой пирамиде, сколько там жмуров лежит. И сами камеры, короче... Они же не исследованы? Нет. У тебя историческое наследие. Кого-то там дядек с перфораторами пустишь. Нет, конечно. Поэтому есть такая хуйня, как мионный сканер. Мионы это в ту степь, куда кварки, глюоны, короче, вот это вот подноготное типа строение вещества. Как кварки, глюоны сказал, я сразу все понял. Нет, нужно просто иерархию вообще всех этих штук перечислить. Короче, смотри. Типа самая крупная молекула. Молекула H2O. У тебя два атома водорода, один атом кислорода. Дальше уменьшаемся. Атом водорода. Там ядро и, по-моему, один электрон летает. Дальше еще внутрь ныряем. Ядро это не просто, блядь, шарики, протоны и нейтроны, как в школе объясняли. Сейчас, ну, типа, основная физическая теория говорит о том, что там есть кварки, это частицы помельче, чем целое ядро, и глюоны, которые их держат. Что мне на самом деле кажется, нет высшего образования, ну, просто, ну, хуй знает. Как-то очень нескладно наука превращается в это все. Очень зачарованный, особенный. Какой там еще есть кварки? Это все характеристики кварков. Почему мы к кваркам перешли? Напомню, пожалуйста. Ты рассказывал про вообще какой-то... Вот. И, короче... Мионный сканер, да. Еще меньше там какие-то мионы появляются. Вообще хер разберешь. Если про рентген, мы говорим, что это бета, по-моему. Тут не помню. Ну, не суть важна, излучение. Ну, короче, да, излучение одно из этих альфа, бета, гамма. Бета, по-моему, электроны. Не помню. Не помню точно, не буду пиздеть. А здесь эти частицы настолько маленькие, что они могут землю насквозь прострелить. То есть, есть то ли теория, то ли доказанная уже штука, что эти мионы, они, короче, землю насквозь пролетают. И ты, типа, можешь с обратной стороны иметь сканер, который всю эту штуку... А это не то же самое, что нейтрино? Ебать, да что вы говорите? Блядь. Извините, пацаны. Очень интересно, но я ничего не понимаю. Блин, а какой самый ценный ресурс вообще на Земле? Ну, вот на Земле из тех, что вот нашли или сгенерировали? Из металлов? Да неважно. Блядь, не знаю. Но это Калифорния самый дорогой. Он там что-то каких-то непомерных денег стоит. И, по-моему, даже целого грамма на Земле нет. Это да. Он, по-моему, синтезируется для каких-то отдельных целей. Короче, есть материалы, да, которые как бы есть в таблице Менделеева, но ты их в природе не найдешь. Это огромный... Они настолько, сука, редкие. Прям... Да, это при том только у нас. Может быть, опять же, где-нибудь там 15 сантиметров прикоп на Луне там есть. И вот там этого Калифорния просто сколько хочешь. Есть целые планеты. И ты все, и ты супер богат. И ты покупил Землю. Ну да, только сначала до Луны слетал, блядь. Слушай, до Луны слетать легко, если есть билеты на авиасейлс. Авиасейлс — это сервис для покупки дешевых авиабилетов. Ееееееее! Полетели! Ой, как талантливо! Хорошо. Да, вот этот вот рентген. Мионный рентген. И вот, и что, они начали чекать пирамиды? Да, они начали чекать пирамиды и заметили там еще несколько полостей. Начали туда сверлиться и поняли, что, да, действительно там есть, короче, пространство какое-то, которое надо изучать, смотреть, что там. Очень интересное строение пирамид само по себе. То есть, вообще, вот конструкционно, чуть за хуйня такая. Она одной дыркой смотрит на Сириус, по-моему, звезду. Расположена прямо, типа, относительно сторон света. Пикой своей тычет еще куда-то. И еще и солнце видно в этот день равноденствия. То есть, в пирамиде, находясь внутри, в день равноденствия, по-моему, в 12 часов, на тебя четко прямо смотрит солнце. Как в каком-то ебучем фильме про Индиану Джонс. Такая тема. Прикольно. Они закладывали концепцию. Да, да, да. То есть, здесь поражает, на самом деле, не огромность этой всей истории, а точность. Ну да. Вот. То есть, вот это удивительно. Как, во-первых, времени, опять же, свободного дофига. Но в целом, зачем так припариваться ради вот таких вещей, чтобы было видно... Чтобы не воевали. Чтобы было... А? Чтобы одна цель была, чтобы не воевали друг с другом. Представь, 30 тысяч человек такие. А что, делайте пирамиду, блядь. Блин, это типа... Блядь, что-то поднятие. То есть, это пирамида... Чуваки, у нас пустыня. У нас нет здесь нихуя. Ну что хотите? Идите пирамиду вон. Это древний спиннер, короче. Отвлечь людей немножечко. Ну да. Шорт. Какие-то длинные, блядь, получились. Ну, время это... Раньше и великаны были, им надо было пирамиды. Да. А вот, блин, ты говорил, что в телефон можно дофига всего впихнуть. Вот какой мог бы быть телефон сейчас, реально? Вот если впихнуть у него все то, что уже существует. В плане... Ну, какие... Открывашку там. Типа технологии можно впихнуть, которые корпорации не дают, чтобы растянуть это удовольствие и попродавать подолго. Я уверен, что можно уже десятикратно увеличить частоту процессора. То есть твои вычислительные мощности будут увеличены десятикратно, а то и в сотни раз. Ну, почему мы каждый... Меня, наверное, закажут, блядь, после этого подкаста, но почему у нас выходит видеокарта сначала 2060, потом 2070, потом 2070 Ti, потом 2080, потом 2080 Super, 2080 Super Агровая 2080 Ti, 2090, потом они заканчиваются 3060, появляется 3070. И так все, блядь, по кругу, вместо того, чтобы сделать 40 пиздатую на пять лет. Но так не работает производство железа. И с часами та же самая история. То есть у них уже есть вот этот вот... Они уже, блядь, анонсировали то, что в каком-то году будет датчик измерения глюкозы в крови. Но... Слушай, это очень реально, смотри. Да, конечно. Я тебе говорю, эл, технологии позволяют... Такая непонятно, как это через кожу, потому что, ну, эта штука во мне маленький катетер там, маленькая, маленькая... То есть она в основном физического контакта какого-то. Да, да, есть как бы, то есть что-то внедрено в мою кровь, оно соприкасается... Вот эта вот маленькая пиздюля соприкасается с моей кровью, и прямо на телефон в реальном времени передает мне уровень сахара. Вот типа вот на мне еще первая версия, мне надо прикладывать телефон. У меня есть еще вторая версия, где телефон прикладывать не нужно, я его просто достаю, мне показывают... По блюдчику вся хуйня, да? Да, да, да. Отлично. То есть типа и эти штуки, это прикольно, это удобно. Через кожу вообще разъеб, когда... ну, потому что типа так и так на диабетике долго все заживает, очень долго, очень долго. И на тебе постоянно эти, блядь, какие-то шрамики есть, типа у меня вот тут все в шрамах, все вот где, куда я там катетеры ставлю для помпы, тут маленькие вот эти пиздюлинки, потому что у меня две недели, каждые две недели я меняю через кожу, это же, конечно, просто потрясающе. А ты ее все время чувствуешь, кстати? Да. Ну вот это вообще не чувствуешь, все окей. Ну типа у меня микрокусочек то ли пластика, то ли чего-то еще. Какой-то химический сенсор там реагирует. Я почему-то думаю, что уже есть метод какого-то оптического измерения. То есть... Сто процентов, конечно. У тебя вот часы, смотри, мы их снимаем, и когда снимаем, у них же начинает орать вот эта вот поебень. Зеленая. Но оно светится, когда ты разблокируешь их. Ну да, короче, начинает фигачить. Она же таким образом может определять пульс, как минимум. То есть она видит, как изменяются у тебя давления в капиллярах и так далее. Я думаю, если вбить какие-то референсные значения крови, то по излучению можно будет... Ну то есть если ты откалибруешь вот эту свои часы, знаешь, там вместе с счетчиком глюкозы. То есть сейчас у меня там 600, да? Ну или сколько там? 5 миллиграмм на литр. Сколько? Я не помню. Размерность. Ну референсное значение. Да-да-да. Между там от 4,5 до... Ну и когда высокая там тоже хуяк вбила. И еще там когда-то вбил. Пищать, типа? И по вот этому вот излучению оно же пробивает, типа, кожу. Сто пудово можно понять, как меняется состав твоей крови. Угу. Спасибо. Но реализовано оно сейчас не было вот в этой, допустим, там, одной из последней версий часов. Угу. Потому что либо не допилили, либо не хотят рано продавать. Слушай, ну если это будут продавать недопиленным, то можно поубивать кучу народа. А сейчас, заметь, сейчас эра вообще недопиленных продуктов. Игры, бля, игры в первую очередь. Ни одна игра за последнее время не вышла доработанной. Базара нет, но игры это одно. А вот прикинь, если у меня часы, которые показывают мне уровень сахара в крови. Я, значит, на них рассчитываю и больше в целом не измеряю уровень сахара с помощью датчика или не прокалываю палец. Стоит им ошибиться и показать, что у меня высокий, а у меня на самом деле будет нормальный. Я подкалю инсулина на высокий, пойду по своим делам и получу приступ гипогликемии. То есть, им нельзя ошибиться. Может, поэтому и этой функции до сих пор нет, что она еще не настолько откалибрована. Функция определения этих, как они называются, состояния прединфарктных, когда у тебя высокий пульс. Там же стопудовый ПЛА есть в соглашении такой пункт. Мы не гарантируем точности, никогда не обращайте внимания, не принимайте к сведению, типа вот эти показания. То есть, только врач вам может конкретно сказать на пиздатом оборудовании в какой-то диагностической комнате, что у вас происходит. А на это, ну, сорян. Мне кажется, только инвазивно можно. Именно вот если ты берешь кровь, носишь ее на анализ и в какой-то лаборатории смотришь. Сейчас тоже есть какие-то отклонения. Даже если ты капаешь. Про неинвазивный это сказал, меня триггернул. Есть же тоже разрабатывать технологии неинвазивной хирургии. Это то, что, ну, понимаешь, тебе не нужно вскрывать череп, чтобы убрать какую-то опухоль. Или там какие-то застои крови где-то или еще что-то такое, что это там чуть ли там не ультразвуком делается. Ну, понятно. У меня, кстати, блядь, есть охуительная история про простатит, который я лечил. И вот последний визит, как раз мне надо было убрать рубец вот этой хуйней, которая, типа, тоже ультразвуком херачит. Он говорит, там ничего страшного, типа, даже без проникновения, как обычно. Потому что уролог это пиздец. Никто не сказал, что ремонтный лючок от члена, он в жопе находится. И это было достаточно таким серьезным удивлением в 30 лет. Короче, я так подумал, а зачем тогда идти, трассы без проникновения? Так что да. Есть же всякие методы лечения вот этими штуками, знаешь, когда тебя не вспарывают, как индюшку раскрывают, ковыряются, а просто в тебе две вот таких хуевины, и ими чел вообще там чуть ли не на геймпаде оперирует. Клево. Кошек же сейчас собак так кастрирует. Я забыл, как это называется. Помнишь? Нет, конкретно такую штуку я тоже не помню. Тупо две дырки, короче, в теле, и в тебя влазят там и делают все, что надо вообще. Бля, я это в фильме видел или новость это была? Я уже, у меня сейчас реально стерлось, типа, что какие-то микро хуевинки тебе в организм помещают и управляют ими и доставляют их куда-то. Это был фильм? Был фильм «Внутреннее пространство». Я тебя не смотрел. Мы на него делали отсылку в команде «Эд». Бля, точно, это команда «Эд». Сука. Вот так вот и рождаются умные мысли. Эта серия просто так и не вышла, поэтому вы не выкупаете отсылку. Да, 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 да. Да, она еще не вышла. Я думаю, ну, наверное, это в реальности где-то было. А вот есть какие-то крутые штуки в медицине за последние годы? Ой, я могу сказать одно. За последние годы? Ну, давайте не первые свежести назову. Это лапароскопическое оборудование. Как раз знакомый в Питере занимается производством таких штук. Это плазменные скальпели. Плазменные скальпели? Да. Плазма – это четвертое состояние вещества вообще в целом. Ну, короче, как, блядь, с чем же сравнивать? Типа, следующая после пары. Это телек, долбоеб. Как в лампе. Вот, типа, в люминесцентной лампе там внутри, сука, свечение. Это, по сути, плазма. То есть, это не газ, не материал, не жидкость, блядь, не самолет, нахуй, кто это. Скальпель, у которого режет, ну, там, режущая кромка тоже участвует. То есть, режет сам материал, а плазма вокруг ебашечки в капилляры и запекает мгновенно. То есть, закрывает капилляры, чтобы кровь не шла. И этой технологии, она не такая уж и новая, на самом деле. Блядь, а как сшивать? Ну, в смысле, вот ты, ну, типа, ты разрезан, они запаялись, а вот обратно... Оно запаивается не до состояния кожи. Все равно у тебя открытые капилляры, у тебя там кровит, но не настолько. А. И ты потом такой закрываешь все это дело, и оно... Все равно срастается. Конечно. Все, я уж подумал, что оно там прям конкретно прижигается. И всякое такое. Про медицину я тоже слышал одну прикольную штуку, что хотя... что разрабатывают, по крайней мере, и что вроде как то ли квантовые компьютеры, то ли какие-то там 5G-сети. В общем, что-то очень быстродейственное может помочь делать операции дистанционно. Что у тебя лежит человек на операционном столе где-нибудь в Австралии, а у тебя лучший врач, который может этим заняться, он где-нибудь в Германии. Как раз вот эти вот манипуляторы, это вот все под эту систему заточено. Нихуя себе. И там прикол в чем? Это операции по зуму? Типа того, да. И у этого есть проблема в том, что там типа не должно быть вообще никакой задержки. Потому что задержка, это очень критично в этой всей ситуации. И вот, собственно, технологии сейчас вот пытаются вот эту вот задержку минимизировать. Я вот не помню точно, то ли квантовые компьютеры этому помочь могут, то ли какие-то супер уже сверхбыстрые там 5G-сети. Безумие. И это охуенно. Ты прикинь, ладно, на Земле. Представь у тебя астронавт в космосе. И вот у тебя есть врач на Земле, который его может Он такой, срочно мне нужно сделать обрезание, я решил. Да, да, да. Срочно к медботу. Блин, первый человек в космосе, которому отрезали крайнюю плоть. Нифига себе очистка. Бескрайняя плоть. Бескрайняя. Блять. Вот тут можно заканчивать, но нет. Это мой лучший панч за сегодня. Бескрайняя плоть. Блять. Вот несмотря на то, что я вообще в этом во всем не разбираюсь, но мне кажется, что сейчас какие-то безумные года, вот, был застой как будто после мобильных телефонов, знаешь. Да. И сейчас что-то такое дикое происходит, и все это в воздухе витает, и есть ощущение, что все сейчас куда-то скакнет, что мы на пороге чего-то невероятного. Давайте не будем говорить про нейросети. Естественно, давайте вот хотя бы здесь это не затрагивать, но есть ощущение, что мы стоим на грани чего-то гениальнейшего и в медицине, и вообще во всем. Очень нравится время, в которое мы живем. У меня, на самом деле, в голове есть такая картина, что сначала люди изобрели огонь. Ну, то есть, чтобы прям вот фактически пиздача жить. Огонь, это прикинь, в пещерное время какой вообще профит. Светло, сука, тепло, животных можно поджигать, обороняться. Хавать, пиздец, вообще несравнимо вкусные вещи на огне приготовленные, обосраться, волков даже приручать, они на запах идут. То есть, конкретно... Да, 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 так собаки появились, блядь. Да. Это вообще, извини, что перебил, это суперинтересная история о том, как появились собаки. Это волки, которые приходили... А что может случиться не так, и потом... Бля, вот у нас у всех, когда появляется прёс, мы пытаемся отучить его жрать говно, но собаки стали собаками, волки стали собаками, потому что приходили самые смелые жрать людское говно, жрать остатки, которые оставили люди, в том числе дерьмо, и таким образом постепенно волки превратились в собак. Это просто охуеть. И многие-многие-многие животные в том числе... Говно рулит! Волками. Свиньи были кабанами, там, курицы были вместо вот таких... Динозавр. ...ройлеров, вот такими, блядь, динозавриками, да. Птицы, сука, динозавры бывшие, меня до сих пор ужасает. Про огонь дальше. Охуенная ступенька для развития, да, сразу мы что получаем? Обработку стекла, там, кузнечное ремесло, куча-куча-куча всего ещё. Потом был некоторый застой. Была промышленная, если можно так назвать, ну, какая-то, короче, революция, когда появились всякие ткацкие станки, вот это вся поебень автоматизирующая труд, постольку-поскольку. И в какой-то определённый момент появились компьютеры. Но они были, сука, на лампах. А лампа это, ну, вот такой вот, блядь, ну, я не знаю, с печеньку, грубо говоря, с кружку некоторой размером агрегат. То есть большой, блядь, компьютер были размером с эту комнату. И хуяк изобретают транзисторы. Транзистор в двух словах. Это суперпростая хуйня. Вот есть у тебя выключатель, да? Ну, просто двухклавишный. Одноклавишный, туда-сюда. Включил, выключил свет. Транзистор это тот же выключатель, который ты не пальцем включаешь-выключаешь, а тем же электричеством. То есть ты такой, подключил к батарейке, он у тебя щёлкнул. Включил к батарейке, он у тебя щёлкнул в другую сторону. Вкл-выкл. Всё, это вся суть транзистора. То есть это ключ, который открывается электричеством. Пускает электричество и открывает электричеством. И какой невъебенный бум всего вообще случился после того, как транзисторы пришли в компьютеры непосредственно, уменьшили до неимоверных размеров. И сейчас, блядь, я все знания человечества, реально, вот мы всегда на пхуизме относимся, но все знания человечества сейчас у меня просто вот в кармане, блядь. Что там по котикам, кстати, новые мемы вышли. Такая история. У нас появился интернет, у нас появилась связь в самых отдаленных континентах, мы можем бабушке в Антарктиду позвонить. Какой охуевший бум цивилизации вообще. Мы так это недооцениваем вообще. Мы в ебанистическое время живем. И еще... Ну, знаешь, пацаны, а вот представьте, вот ты там, блядь, 50 лет назад, на секундочку, это время, когда мы были молодые или со всем детьми наших родителей, ты говоришь, у тебя в кармане будет видеокамера, фотоаппарат, телевизор, блядь, и ты перечисляешь все, блокнот. Да-да-да, это карман размером, вот это карман размером с огромное помещение, блядь, ну, со целый мир. Да, просто карман размером с мировую библиотеку. Да-да-да, просто библиотека мира в кармане, больше не надо никуда ходить, выписывать абонементы. Короче, ну, это же пиздец. С нейросетями еще искать не надо ничего. Это пиздец. А вот теперь нейросети и машинное обучение, и нейронные всякие эти штуки, это же такой же, вот на мой взгляд, это такой же охуевший, такая же охуевшая ступень, как и транзисторы когда-то. То есть теперь тебе не надо во всем этом интернете ссылки, контекстные слова, так, а че там это-то, чат хуй пяти, а какая температура плавления осмия, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, все, пиздец, а сколько он сделать сможет. Короче, я просто в ужасе, на самом деле, на каком мы пороге сейчас, и некоторые челы, которые делают прогнозы, прям, ну, не такие, знаешь, которые в облаках витают, а прям реально говорят. Нам, чтобы увеличить производительность труда, надо увеличить количество специалистов. То есть для того, чтобы производить дохуя товаров, надо дохуя специалистов определенного класса. Ты не можешь в Африке, например, открыть производство Мерседеса, потому что там нет, там нет людей, которые в этом разбираются, их нет возможности там научить. Что у тебя есть? У тебя есть возможность копировать специалиста. На каждое место встает нейросеть, которая занимается своими делами, и процесс производства решен. Вау. Он может управлять вообще всем. То есть, по сути, это, конечно, утопия тоже, но экономика, правовые всякие аспекты, любые счета там за вообще всю инфраструктуру города и в целом мира может считать одна нейросеть правильно настроенная. По сути, вот он. Но это оптимизация общества. Мне знаешь, какой аспект интересен? Ну, то есть она, очевидно, быстрее как бы думает, знаешь, чем человек, чем 200 человек, чем 1000 человек. Она быстрее думает и уж точно быстрее сама собой организовывается. Правильно настроенная нейросеть, помимо того, что обучается, еще может помогать тебе открывать новые вещи технологические. Ну, это же возможно технически, то есть ты в нее загружаешь всякое-всякое-всякое, что тебе известно, говоришь, условно, хочу вот это. Чтобы оно вот так делало. А оно ищет какой-нибудь способ, как вот это сделать, и у тебя вот, бац, блядь, за 10 секунд новая технология, которая у тебя осталась там протестить. Понятное дело, что сейчас это не так работает. ChatGPT там 2 плюс 2 посчитать не может. Сейчас это уже может так работать, чуваки. Есть, короче, такая херня, я задумался. Мы же делали видос на тему ChatGPT. Извини, Жур, я тебя беспощадно перебил. Без проблем. Короче, мы у ChatGPT спрашивали, подскажи нам какой-нибудь состав, который можно на кухне из, ну, там, бытовых каких-то составляющих смешать, который, типа, был бы огнестойким. То есть, чтобы я его жег, и температура вниз не передавалась, и сам он не горел. Он пяток высрал рецептов, при том, там были забавные вещи. То есть, он пишет рецепт, и три ингредиента он взял, сука, из какого-то другого рецепта промышленного. Потому что там смешивается алюминий и щелочь, а они, когда их смешиваешь с водой, вспениваются. То есть, это состав вспенивающий какого-то газобетона. Он где-то спиздил, приписал мне сюда, и типа, вот, займись, работает, как ссаный троечник, короче, на экзамене, с интернетом. И я задумался в тот момент, а что если мы вот сейчас в существующую модель нейросети загрузим все физические, математические, химические модели, которыми обладаем? То есть, научим его понимать наш физический мир. Как здесь что произойдет? Что ты, блядь, понимаешь, что... Да, оно же начнет открывать новые всякие штуки. Вот к этому и речь, да. Есть база данных... Охуенно! Это пиздец, сел. Есть база данных, называется Вольфрам Альфа. Там это, короче, научный калькулятор, по сути. То есть, ты там можешь всякие задачки решать, там куча всякой инфы содержится, законы, хуёные, т.д. И, короче, энтузиаст, когда скрестили Charger 5 третьей версии, по-моему, с этим Вольфрамом, он начал действительно считать. Почему пизда-то считать? Потому что только расчет может дать тебе уверенность в результате. Мы стреляем из пушки под углом 45 градусов с таким-то количеством пороха, куда мы попадем. И здесь такая же хуйня. Они спросили, кратчайший путь долететь там из какого-то города Америки, в какой-то другой город. И он им прочертил, сука, графически, решив эту задачу, кратчайший путь по дуге. И это пиздец. Если нейросети дать возможность самообучаться на основе физических моделей, мы получаем, блядь, бога, который всё знает, всё умеет. А с учетом того, что мы еще на пороге того, точнее, даже уже не на пороге, а уже поняли, что, допустим, мы даже... Вот химическая таблица веществ, блядь, веществ есть. Кислород, водород, там всякая прочая поебень. Уран и так далее. Оказалось, что это они только на Земле в таком виде существуют. Вот, допустим, ну, есть у тебя соединение какое-то, да? На Земле при нормальных условиях, при вот этом атмосферном давлении 20 градусов, оно вот такое. В центре звезд оно другое. Под землей при давлении там гигатонны, оно третье, короче. То есть мы нихуя не знаем. Чем больше мы начинаем узнавать вокруг, изучать этот мир, как там, чем больше разгораются костры знаний, и тем больше тьмы освещается вокруг. Такая хуйня. Чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем. Тем меньше мы знаем, да. Такая вот тема. Но нейросети в ближайшее время, они произведут фурор. Я просто более чем уверен, что... Причем во всем, да? И в медицине, и в науке абсолютно. Да, это такая вот гаечка, которая появилась, которую везде можно прикрутить и сделать все без сдачи. Как когда появилось колесо, типа условно, огонь, как ты сказал. Вот эта вот шестеренка, которая все поменяла. Или, блядь, железная дорога. Не знаю, вау, это так круто. Вот за это я обожаю время, в котором мы живем. Ты такой, ебать, это будущее в настоящем. Вот он. Мы живем в сериале и в состоянии постоянного клиффхенгера сейчас. Потому что тебе интересно, что дальше-то, блядь. Если сейчас так, что дальше? Я это в том числе, думаю, начал заниматься здоровьем. Я такой, не-не-не, я сейчас не хочу умирать, ебать. Я хочу дольше прожить, посмотреть вообще, на что мы способны. Все фантазии детства про телепортацию и путешествия во времени кажутся все реальней. Такой, ну, в целом, типа, если мы сейчас пользуемся тем, о чем невозможно было представить 100 лет, 50 лет назад. Да даже 20. Даже 20. То, блядь, что будет на нашем веку, это же просто охоте. Что будет на веку типов, которым 10 лет сейчас. Блин, я хотел вам сейчас бросить, пока мы от нейросети далеко не утошли, немножечко такую крипи конспирологию. Короче, есть. Я сейчас тоже не вспомню. Я, который 15 минут назад, давайте не будем обсуждать. Ну, да. Это даже, мы не конкретно про чат GPT, мы вообще в целом про нейросеть. Короче, зайду чуть-чуть издалека. Есть рассказ, один из фантастических, называется как-то что-то «Мистер Кинг» или как-то так. Суть, в общем, не в названии. Суть в том, что есть больница, и там, типа, есть вот психически больные пациенты. И среди этих психически больных пациентов есть некий мистер Кинг, который ходит, на всех очень надменно смотрит, ни слова никому никогда не говорит, и, типа, весь такой загадочный. И в какой-то момент начинают, типа, смотреть историю вообще пациента в больнице и видят, что он и 10 лет назад здесь был. И 20 лет назад здесь был, и 30 лет назад он здесь тоже был. Просто как-то все хер забили. И вот начинают с ним как-то пытаться выстраивать какую-то коммуникацию, пытаться его как-то заинтересовать в себе. И в итоге этот мистер Кинг начинает чертить. Чертить всякую херню, дикие схемы и всякое такое. Доктора смотрят, непонятно ничего. Давайте, типа, ученых позовем. Зовут там физиков, ученых. Они смотрят. Слушайте, ну это похоже на какой-то принцип добычи энергии. Типа, блядь, очень любопытно вообще. И такой подход, типа, странный. Мы никогда не видели такой. Надо как будто пробовать. Они, типа, пробуют, организовывают эксперимент. И в какой-то момент кто-то из них говорит такой, подождите. Давайте возьмем количество вещества поменьше, чем то, что прописано вот у него в этих формулах. Они берут микроскопическое количество вещества, производят опыт и разъебывается просто полтора километра в диаметре вокруг них. Все. Просто происходит супервзрыв какой-то. И вот отсюда вытекает у меня вопрос. Есть теории про то? Что это? Это рассказ. Это фантастический рассказ. Да. Это фантастический рассказ, который, как пример. К счастью, в жизни такого не было. Но! Тунгусский метеорит от Теслы. Ой, да. Да, это классика вообще. Короче, представьте себе, что вот есть нейросети, которые умеют обучаться, умеют создавать новое. Но мы все еще, кстати, обсуждаем еще и то, что нейросеть может стать злой в какой-то момент. Конечно. И вот она тебе предоставляет технологию, которая выглядит в бумаге как фурор вообще невероятно. Ты ее осуществляешь. Она точно так же, как в этом рассказе. Хуяка полчеловечества нет. Поэтому, Жора, надо считать. Вот надо считать. А все, уже нейросеть считает. Ты зачем за ней перепроверять? Прикинь, такой вариант развития событий вообще. А нейросеть точно будет злой, если, опять же, отталкиваться от того, что мы на каждом подкасте обсуждаем то, что, в принципе, вокруг нас очень много негатива. И она же тоже это видит. Она же видит модель поведения людей в интернете. Мы ненавидим все тут, блядь, друг друга, реально. Это как это, какой-то этот бот от Твиттера был, который за ней расистом стал. Да-да-да. Не слышал из того, как на Твиттере учили? Он там вообще жестить начал. Ну, это Твиттер. Не показывайте нейросети Твиттер. Ну, мне кажется, ее просто надо не на человеческом каком-то среднем, знаешь, культурном, не знаю, воспитании учить, а на каких-то других идеологиях, мне кажется. Даже, может быть, какая-то новая религия будет по этому поводу. Это возможно, что это начало какой-нибудь кремниевой жизни? Что такое кремниевая? Ну, что такое жизнь, давай подумаем. Ну, у нас углеродная жизнь. Типа мы вот из углерода состоим. И самовоспроизводимся. По сути, блядь, фрезерный станок, туда нейросеть поставь, если она будет делать детали, это уже, наверное, можно считать подобием жизни. Хотя кремниевая, наверное, процессы какие-то внутри должны протекать. То есть это не должно быть чисто машиной. У меня вот просто чисто вот такой теоретический разгон вот использования, опять же, нейросети и вот этих всех возможностей, которые она в теории может делать. В плане организовывать какие-то процессы, следить за их исполнением и всякое такое. Ну, вот опять же, прям научно-фантастический концепт. Можем же мы взять вот какую-нибудь бандуру, в которой будет все, что нужно. Там и токарный станок, и какой-то робот, который подает материалы. И отправить эту херню, колонизировать какую-то планету. Планета Шелезяка? Да, да, да. Возможно ли такая история, в принципе? Конечно, возможно. Ну, что здесь сложного? Давай подумаем. Нехватка технологий, нехватка человеков, чтобы все это построить, нехватка ресурсов. И упираемся в политику, по большому счету. Потому что никто тебе не даст столько ресурсов, чтобы отправить какую-то хуйню непонятно куда. Не, ну на Марс. Где профит, Жора? На Марс, на Марс. Вот Илону Маску подсадить эту идею. Лететь до Марса до хуя, к слову. Сколько месяцев? До хуя. Не, подожди, месяцев. Месяцев или лет? Световых лет, по-моему, несколько. До Луны сколько лететь? Я что-то не помню. До Луны и панты. 300 тысяч километров, это в 10 раз больше, чем экватор Земли. Экватор, по-моему, 5 с полой. Чего? Экватор 36 тысяч километров. 36 тысяч. 36, да. Диаметр, по-моему, 5. Диаметр, да, что-то такое, там, если сверху вниз, там, чуть ниже 5, если слева направо, ну, типа, из центра в бок, то там, ближе к 6, по-моему, да. Чего я говорил, блядь, вылетел? Я не понял, сколько в итоге лететь-то на Марс? На Марс до хуя, надо гуглить. Я сейчас загуглю, вы продолжаете просто говорить. Человеческой жизни не хватит. А, то есть, туда надо отправлять сразу колонию, которая будет размножаться на корабле? Да, или криогенные капсулы, и попиздили. Криогенные капсулы? Ну, заморозка. Так это существует? Конечно, тебя прямо сейчас могут заморозить, только размораживать не умеют пока что-то. А-а-а. Это на потом. Так я сам себя нахуй заморозить могу. А там шоковая заморозка нужна, то есть, очень быстрая, чтобы ты не успел, чтобы у тебя кристаллики льда не успели поразрывать каждую, типа, каждую клеточку твоего организма. Если бы у вас была возможность заморозить, ну, если вот уже все, можно заморозить, и есть возможность разморозиться, вы бы заморозились, и на сколько? Прямо сейчас нет. При условии, что нечего терять. Канал, блин, так растет, все в гору идет. Слишком хорошо. О, 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 все, все, я, короче, вот ситуация, в которой я точно готов заморозиться. Я накопил достаточно большое количество денег за жизнь. Ну, неважно, нет, нет, нет. Я накупил, блядь, всех криптовалют, и вот я ложусь в криосот. Наверное, все-таки золотые. Рубль, блядь. Ну, иен, тогда иен, скорее всего. Иен, да, 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 да. И чисто засыпаешь до момента, пока на хаях все будет, чтобы просто... Доллар, мыльный пузырь. Ничем не подкреплен. Даже золотом. Даже золотом не подкреплен. Доллар, это долг. Долг-г. Да. 7 миллионов долларов. Пролетаешь, все расплачиваются светом и фотонами, и какими-то непонятными кристаллами, короче. Как в детстве листочками из деревьев. Это электричество, которым ты пользовался, что нахуй не нужно никому. 5 кругов вокруг дома на велике, все 10 листочков с березой. Я что-то где-то натыкался на статью, кто-то... Ну, это спекуляция, скорее всего, конечно, но попытались подсчитать... Ну, вот, статья из серии, типа, самые дорогие вещества на Земле вообще. То есть, там, начиная, там, знаешь, с условной человеческой спермы, которая, оказывается, там достаточно дорого стоит, если в пересчете на литр. Ну, да. И заканчивается этот список антиматерией, блядь! То есть, они буквально подсчитали, что вот, если получится... Ну, получилось, надо на момент сделать... Ну, да, ну, да, 1 миллиграмма. 2 микро... микронограмма, блядь, для антиматерии, вот оно стоит. Антиматерия, это материя из антихайпа? Что это такое? Цены, ну, просто... О, антиматерия, расскажи вообще, что это такое, блядь. Блядь, Жорн, ты меня подписываешь прямо на этого, научника, короче. Ну, что ты же умный, блядь, давай расскажи. Антиматерия. Вообще термин не очень удобный, типа он не всем нравится. Это скорее не антиматерия, а антипространство, что ли, как-то они так называют, или антиэнергия, что-то типа того. Она вроде как коллапсирует при контакте с обычной материей. Темной материи больше в космосе, чем материи. Посчитали это вроде как... А хуй его знает, как посчитали. Я только про дифракцию знаю, как считают, допустим, состав звезд. Вот светится у тебя звезда желтым, и ты такой, нихуя себе. Смотришь в телескоп на нее, раскладываешь спектр, понимаешь, что у тебя, допустим, там какой-нибудь стронций дохуя, алюминий чуть-чуть и еще. Ты по свету понимаешь состав химический. Спектральный анализ – это охуительная тема, потому что ты можешь... Или радиоуглеродный анализ в целом тоже. Такая же интересная штука. Ты можешь копнуть из земли жопу динозавра такой, бахнуть лучами рентгеновскими, или что там, не буду вдаваться в подробности. Короче, понять, сколько лет этой херни есть, чего она состоит. И также с космосом. Вот опять я свожусь к тому, что люди, сука, научились считать. И это самое прекрасное. Самое прекрасное, что у нас математика есть. Вот, знаешь что? Я как человека вообще абсолютно другого склада ума. В школе у меня были двойки. Я оставался на второй год из-за математики и физики. Это вот то, откуда ты вообще, в принципе. И в школе ты постоянно задаешься вопросом, а нахуя мне это нужно? Я могу посчитать, типа, сколько будет 150 рублей минус 69. Минус пиво, да, типа. И все. И мне нормально. Зачем мне все вот эти формулы? Можешь ты объяснить, зачем нужна математика в реальной жизни? Ну, смотри. Короче, к 33 годам я пришел ко мнению, что люди рождаются с... Ну, каким-то талантами, да, предрасположенности к чему-то. У тебя лучше идет, вообще, типа, у комика, у чувака, который на сцене выступает, у него быстрое мышление. То есть, вот почему я на шоу всегда, когда мы вместе там тусуемся, я молчу и туплю, потому что у меня мысли дольше доходят. То есть, даже что-то сказать, мало того, что я это не практикую, то есть, у меня не развит этот скилл, мне надо больше времени, чтобы придумать что-то, какую-то шутку там или еще что-нибудь. А вот я не придумываю, оно само. Вот, у вас это происходит мгновенно, и этим отличается мышление, то есть, оно быстрое, но поверхностное, или, типа, такое тормозное, но глубокое. И от физиологии, как я понял, это зависит максимально. То есть, твои гены достались тебе от родителей, и они диктуют, какие зоны мозга у тебя будут быстрее воспринимать информацию, и как будут вообще существовать. И я дико негодую, что у нас есть такая штука в образовании, в начальном образовании, как эта общая программа для всех одна. Вот мне этот факт вообще не нравится абсолютно. Ну, как будто в начальной школе это еще окей? Первые четыре класса, когда тебе условно надо понять поверхность. Общеразвивающую. Общеразвивающую математику, окружающий мир, и так далее, и так далее. Это полностью поддерживаю. Потом, блядь, ты просто сидишь, мучаешься и не понимаешь. Я не понимал, пацаны. Буквы в математике появились, я такой, еб твою, ну, чего, какие буквы? А это уже, короче, это все концепты. То есть, функция, алгоритмы, всякое прочее поебение, это концепты людьми придуманы. Мне вот больше непонятно было, вообще ни в какую не давалось, русский язык и правила русского языка. Потому что ты такой, физика, математика, два плюс два равно четыре, в квадрате равно четыре. Русский язык. Здесь мы пишем вот так, но вот это исключение. Какого хуя, блядь? Откуда оно взялось? Хорошо. Исключение, это самое любимое. Следующее правило. Здесь три исключения, но правило наоборот. Схуяли, блядь, как я это вообще должен запомнить? Я вас никогда не понимал, потому что русский язык, это тот предмет, который я никогда не учил. Но если я приходил в школу, я получил по нему пятерки, потому что я такой, как можно не понимать язык, на котором ты разговариваешь? Запипи, блядь, это все. Интонации просто-напросто. Вот там, пожалуйста, запипи, это интонации. Вот. Паузы типа. Понимаешь, в чем прикол? Я разъебал вообще. Люди по-разному воспринимают этот мир. То есть тебе проще дается одно, другому чуваку там проще дается рисование, мне проще дается физика, математика. Ну, мне ее проще понимать. И я разговаривал с Дубыниным, интересный очень мужик, кстати, может быть, ознакомитесь. А ты мне его скидывал как раз, да? Да, я бы послушал вот прямо у вас подкаст с ним. Короче, он говорит, чтобы прийти к успеху в любом деле, должно совпасть три критерия. Тебе твое дело должно нравиться, то есть ты должен получать дофамин, окситоцин, удовольствие от процесса, непосредственно самого процесса. Не то, что ты там строишь какую-то ракету, и тебя это мотивирует. А вот ты пишешь, отчет заполняешь по двигателю к ракете, и, блядь, тебе нравится писать, тебе нравится двигатель, тебе нахуй все здесь нравится. Это первое. Второе, у тебя должно получаться, то есть действительно ты должен браться и такой, блядь, это для меня несложно, это клево, мне интересно было бы дальше заняться. И третье, тебе интересно брать новые вершины, то есть какие-то сложности себе ставить, задачки придумывать. И, короче, три вот этих параметра, они с точки зрения, блядь, как же это, физиобиологии, физика, биологика, они вроде как имеют большую вероятность, чтобы ты стал воспринят, добился успеха в чем-то и так далее. Такая вот хуйня. Поэтому. Интересная мысль на самом деле. Опять же, просто раскладывает по полочкам то, что и так чувствовалось. Да, это чувствовалось, но иметь подтверждение от профессора в этой теме, ты такой... Когда ты узнаешь такие вещи, ты увереннее стоишь на ногах просто. Такой, а, до этого я ходил, ну, пацаны, я до 28 лет, может, до 27, до 28, но я реально по ощущениям шел наугад. Сейчас, когда я взвесил весь свой опыт, все свои победы и поражения, у меня передо мной открылась карта. У меня никогда как вот... Что делать и куда идти? У меня как у чувака максимально гуманитария, как это называется, да, вот, у творческого никогда не было плана, никогда не было... Структуры. Структуры и, собственно говоря, стратегии. Оно все из одной вселенной. Это стратегия, это про посчитать. Да. И когда я решил это взвесить и разложить, я такой, посчитать. А там же пиздец. О, я вижу будущее. Бля, я вижу будущее. Я, ну, понятно, что будут какие-то внешние факторы влиять на это, особенно... Ну, идет оно вон туда, я это вижу. Все три года нас научили этому, что внешние факторы ебать иногда, да. Вообще пиздец. Но, тем не менее, я реально вижу будущее, потому что я, ну, знаю, куда идти. Ебать, самая правдивая штука, которая есть в нашей жизни, это навигатор. Навигатор, типа, ты вот говоришь ему, я сюда хочу. Он такой, вот так. Иди вот так. Ты отклонился немножко, проебал поворот, навигатор такой, ну, ничего страшного, вот тебе новый путь, типа. Ну, а это как раз про пластичность, про внешние факторы, которые приходят в свою жизнь. И ты такой, ну, хорошо, маршрут перестроен, типа. Пластичность мышления очень полезная в наше время. Качество прям пиздец какое-то. И в эпоху настолько активного, активной смены догм, технологий ежедневных... Новых и новых, новых реальностей. Да, ты не можешь оставаться консерватором. Ты просто, бля, в пещерное время отойдешь. Ну, социально консерваторы, конечно, нужны. То есть, это та часть, которую ты не наебешь в первый день. По сути, что бы ты нового не выпустил, мы с Пушным это обсуждали. То, что всегда есть часть консерваторов, часть новаторов и часть сомневающихся людей, которые такие, будет нормально, посмотрим, я перейду. Все нужны на самом деле, но... Баланс. Да, баланс. Но, на мой взгляд, вот мне проще быть тоже действительно с пластичным сознанием. Как электрон. Путь не меньшего сопротивления. Такая тема. Столько всяких странных теорий есть. В общем, я тебе сколько... Мне кажется, я Даню месяц просто задал был. Это кайф, я обожаю темы. Когда узнал про теорию одной электронной вселенной, я думаю, это круто, блин, вот эта концепция. Короче, смысл в том, что... Гипотеза прикольная. Да, гипотеза, да, не теория, пардон. Там прикол в том, что все электроны, какие есть в каждом атоме, это все один электрон, просто в разное время. Время. Погнали. Время. Это пиздец. Время. Время, да. Мы как будто в треке этого, блядь, Кровостока. Время, это пиздец. Время. Короче... Это пещерные люди. Сама концепция времени меня интересует. Я один раз начал об этом думать, думал, 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 и что-то меня думы в такую, короче, в такой водоворот привели, что я чуть с ума не сошел. Потому что, по факту, вот смотри. Кстати, по поводу GPS, ты упомянул, да? GPS как считается? Ну, твое фактическое местонахождение. Ты можешь посчитать по трем вышкам. То есть, найти, короче, ты не можешь посчитать по двум вышкам, потому что можешь быть на какой-то, типа, на каком-то отрезке из этих двух расчетов. По трем вышкам. Что за вышки? Ну, вышки связи. Твой телефон связывается с одной вышкой и получает данные. Может связаться с другой, может связаться с третьей. Когда ты берешь три вышки, считаешь расстояние сигнала от каждого абонента до этой вышки, и ты понимаешь его координату в пространстве. Эта хуйня совершенно не работает без теории относительности Эйнштейна. Такой есть феномен. Объяснить сейчас не смогу. Ну, короче, время на поверхности Земли и время у космонавта течет по-разному. Ну, слышал, наверное, из школы эту хуйню. Что такое время в бытовом понимании? Как бы ты описал, что такое время? Сложная хуйня. То есть мы рождаемся. На правило очень сложно объяснить такие вещи, у которых... Фундаментальные, да? Фундаментальные, типа, что такое расстояние. Хотя расстояние проще объяснить, чем время. Расстояние, да. Расстояние — это от точки А в точку Б, типа. Сколько что-то летит, или сколько что-то идет. Время — это... Ну, по большому счету, ну, вот есть ось координат x, y и... Это пространство. Это пространство, да. Время, по большому счету, это вот... Каждую единицу времени — это новая вот эта вот ось координат, где точки расположены чуть-чуть по-другому. Но ты не можешь их воспринимать отдельно друг от друга. То есть ты в любом случае смотришь на 2, 3, 4, 5 миллионов, этих осей координат, которые одна за другой идет. И вот, по сути, вот это вот. Это как пленка фильма, по сути. Каждый кадр. У тебя пространство, пространство-время меняет. Хотел сказать таймлайн, а потом вспомнил перевод этого. Ну да, да, по сути. То есть в каждый момент времени... Не берем секунду, а прямо вот момент. Это... Меньше намного, чем секунда. Это тоже концепция. То есть по факту нет момента. Это настолько маленькая, неделимая единица времени. Момент. Вот просто все замерло нахуй. Каждый момент времени у тебя есть какое-то перемещение. То есть материя в пространстве изменяется. Движется абсолютно все. Внутри твоего организма. Да. Все движется. Абсолютно все, да. Вообще все движется. Все частицы что-то делают. Да. И время это мера движения. То есть ты не можешь оперировать временем в стоп-кадре. Соответственно время это всего-навсего мера. Ну вот единица измерения. За которые что-то куда-то подвинулось. То есть по факту время это возможность материи и пространства изменяться. Точнее материи в пространстве. Вот такая хуйня. Бля. С ним грибы не хаваем. Без времени движение в принципе невозможно. А как? Как ты оценишь это движение? Ну может время существует только когда есть кому это оценивать. В том числе. Ну вот. Типа наблюдателя. Вопрос наблюдателя, да. Потому что мы же, мы не можем отделить время от пространства. Слушайте, а животные воспринимают такую штуку как время? Да. Сто пудово. Они воспринимают, знаешь, я недавно читал, что собаки воспринимают время как... Вот у них с утра хозяин ушел, у них одно количество запаха хозяина по хате летает и в нос прилетает. А, вау. Вот у них такая мера времени по запаху, прикинь. Прикольно. Ну это тоже теория. По количеству запаха. Да. По количеству молекул, кожи и всякой прочей хуйни. А еще разное восприятие времени за счет, так скажем, фпс. Разные животные и насекомые, у них разное восприятие времени. Да, конечно. Поэтому какие-то там насекомые, как ты не можешь поймать комара, потому что он двигается как в слоу-мо типа. У него другой фпс. Для него мы как в слоу-мо двигаемся. Да, да, для него мы как в слоу-мо. У него процессор, у него частота побольше просто стоит. Вау. Сердце делает не тук-тук. Хочу быть комаром, но пока что только сосу. Ты мне присылал статью, что искусственные сахарозаменители и всякая кола без сахара отупляют. Ты нахуй типа... Не пошел бы. Ты типа... Ты чего нахуй? Чтобы я читал бы. И реально подогнался после этого. Мне вообще по факту аспартам не нравится вкусом. Я не знаю, почему его до сих пор юзают. Мне кажется, это самый дешевый сахарозаменитель. Так еще аж доказали, что он рак вызывает. Изи вообще. У нас на самом деле столько пищевых добавок используется, которые толком не исследовали по разным причинам. Что пиздец. Тестим, тестим на себе, посмотрим. Все вот эти ешки. Враньный доступ. Ну ешки еще ладно, там в основном все изучено. Но вот, например, белок из тараканьях этих экзоскелетов меня немного поднапрягает. Из хитина типа из вот этого? Ну там да. Можно в некоторых продуктах заметить, короче, ешки, которые относятся к тому, чего добывают с насекомых. У нас же в ближайшее время, я просто абсолютно уверен, пахотных всяких земель меньше станет в связи с потеплением, затоплением территории, которые к морю прилегают. И я делаю ставку на то, что белок, протеин в первую очередь будут из насекомых делать. Почему? Потому что, а, это дешево, сердито и КПД гораздо больше, чем выращивать корову. Плюс у тебя нет парникового эффекта от того, что корова пукает, дышит. У тебя пахотная земля не занята, ты можешь на ней соевые бобы те же вырастить, а рядом в инкубаторе растить сверчков, из которых потом будешь перемалывать муку. Это будущее ближайшее. Я не против. Почему нет? Реально. Подождите, ну корова вкуснее. Корова вкуснее, но ты на нее не заработал через сто лет. Типа, мне кажется, как-то вот так вот будет. А, в том плане, что все останется, просто станет настолько дороже, что... Поехали, стейки тогда хавать пока можем. Ну да. Вообще нормальная тема. Хотя на наш век как будто хватит. На наш хватит, я думаю, да. Дальше, мне кажется, через 2-3 поколения уже будут какие-то звоночки. Это типа вопрос оптимизации или вопрос капитализма, интересно? Мне кажется, и того, и другого. То есть мы меньше используем, скорее, оптимизации. В первую очередь оптимизации. То есть всем похую на то, что там коров гасит ради ресурсов и так далее. Но это получается условно расчет на то, что еще сильнее, значительно сильнее увеличивается количество людей на Земле. Да. Так оно и так увеличивается. Оно сейчас самое большое, по-моему. Что? Сейчас, по-моему, самая большая популяция за всю историю. Так, ну да. Так оно и никогда не уменьшалось, но оно же растет страшными темпами вообще. Почему оно уменьшалось? Ну да, но оно тоже не вот прям мировая история была. Это же в основном про Европу. В Китае, по-моему, у них сейчас началось снижение демографии. В Китае, да, есть проблемка такая. Они же как, они же сделали вот эту историю, типа, одна семья, один ребенок. Один ребенок, да. Из расчета на то, что там, по-моему, вот, я могу сейчас ошибиться, но, в общем, глава государства в тот момент, короче, боялся, что из-за таких темпов роста населения молодежь может там через 20-30 лет съесть страну условно. То есть, что они просто все ресурсы потратят, и вот поэтому было введено вот такое решение. И сейчас они сталкиваются с последствиями, потому что демография падает, рождаемость падает, и очень много стариков, которые, типа, не так уж хорошо работают. И как бы, да. И средний возраст за счет этого, да, увеличивается. Там еще проблема... Типа, нет молодых, ну, меньше молодых. Еще проблема в том, что девушек мало, потому что в эти поколения один ребенок рождали исключительно мальчиков, потому что они, типа, будут потом семью кормить. Ну, то есть, мальчик у них кормильщик, девочка... Чем? Дейскими историями? Видимо. Не, вопрос... Не прикольно. Ну, это да, это же даже в жестких шутках высмеивалось, типа, Гриффинов, знаешь, когда там смерть убивает смерть, типа, смерть перерождается, и через секунду появляется снова, типа, о, что, родилась китайская девочка? Да, типа, то, что за секунду она появилась обратно, как смерть. Какая, какой ужас. Это, ну, да, да, да. Просто подожди, у тебя девочка, и ты делаешь аборт. Нет, ты делаешь... Да, условно, да. По факту, да. Должен быть мальчик. Блядь, это же целый народ. Как они недодогадались, что это путь в никуда? Они догадались. Чего же пяти минут? Просто вот сейчас. Они догадались просто вот сейчас. Когда с последствием... Когда пиздец уже настал. Конечно. Да, 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 да. И это мне тоже... Понятно, что мы можем постфактум это говорить. Ведь вы что, тупые, блядь? Да, да, да. Ну, это странно. Ну, то есть, типа, это же очевидно. Какой-то прогноз должен был быть. Хотя бы математическая модель. Когда надо его остановить. Надо было считать. Надо было считать. Базар. Ну, или, возможно, вот эта вот история про то, что, типа, рождаете одного ребенка на семью, не учитывала вероятность вот как раз того, о чем сказал Даня, что вот будут именно стараться мальчиков оставлять только. И это, конечно, хреново. Да, то есть, это, видишь, это вот внешний фактор. У людей, которым нужно помимо того... Ну, всегда внешний насчет размножения. Ну, да. Но помимо того, что людям хочется продолжить, как бы, свой род, что, как бы, нормальное эволюционное желание вообще в целом, они еще, видишь, экономические какие-то факторы. И с экономической точки зрения для, ну, видимо, в тот период для китайцев, типа, девушка... Да, мальчик, всегда мальчик. Ну, вот, да. Как бы, но это тоже не везде. В Таиланде, например. Ну, они как-то сбалансировали умело. По-хитрожопому, да. Кстати, по поводу считай и науки. Есть, короче, в квантовой физике тоже такая, ну, уже обросшая слухами мулька. Типа был... Это Фейнману приписывают, Ричарду Фейнману, который, типа, чувак чем известен, показал, как взаимодействуют эти кварки на каких-то там уровнях. И, короче, ему приписывают фразу «заткнись и считай». Что она значит? А когда, ну, там вот этот ЦЕРН, адронный коллайдер, всякая вот эта вот хуйня, сталкиваются все эти частицы. И есть момент, когда никто не понимает, как это работает и почему формулу используют вот эту. И ответ простой. «Заткнись, блядь, и считай». Никто не понимает, но она работает. Такая вот темка есть в науке. Кстати, для меня не раскрылся вопрос математика в реальной жизни. Давай, давай потихоньку. То есть смотри, в моем понимании, тут недавно ко мне это пришло, что все эти формулы и уравнения из школы как будто помогают тебе проще решать любые проблемы, которые возникают в твоей жизни. И помогают тебе отвечать на какие-то вопросы, с которыми ты сталкиваешься по жизни. Где это применимо? Понятно, что везде, можно сказать. Ну вот, может, конкретно. Ну смотри, математика банально, финансовая грамотность, сложный процент, кредиты, твои проценты по вкладам. Вот могу сказать, что человек, который получал двойки по математике, не математического склада ума, за 11 лет на ютубе я заработал миллионы-миллионы долларов. Что я имею по факту, нихуя. Ну типа, я не смог никуда это, я не смог это посчитать, я не смог это правильно тратить. Я жил всегда в моменте, я тратил деньги как в игре. Вот как будто в артмане я начистил себе дохуя в игру и начал покупать всякую хрень. Ну и в производство типа. Но если бы я пользовался математикой в школе, то я бы точно умел управлять этими деньгами. Как минимум 10%-то с каждой. Это несложно. Даже не заметил бы. Я бы не заметил вообще, это же 10% это, блядь. А если бы ты 10 лет назад вложил бы миллион долларов, если бы он у тебя тогда был, и каждый месяц вкладывал бы по тысяче долларов, ты бы мог сегодня уже не работать. За счет процента, который накапывал бы со временем. Такие пироги. Ютуб, просмотры, пожалуйста. У меня в голове есть некая структура инфопузырей. То есть, это математическая модель медиамира, которая существует. Разделим на субкультуры. Подожди. Рэперы, рыболовы, домохозяйки, автомеханики, автолюбители. И они везде, как мыльная пена, соприкасаются. То есть, имеют смежные стенки друг с другом. И тебе, чтобы понять, насколько ты медийно распространен, можно в эту модель нырнуть и посчитать, куда тебе надо двигаться, на какую аудиторию тебе надо расширяться, чтобы стать всемирно известным. И кроме того, ты еще все эти следы, пять рукопожателей вплоть до президента в страну видишь. Да, вау. И это все математика. Да, вот это да. Здорово. Плюс еще можно рассчитать, если прям задрочиться, условно, сколько юзеров в интернете существует, сколько времени они тратят на определенную социальную сеть, каким образом тебе сделать контент, математически выстроить контент так, чтобы его смотрело как можно больше людей, отталкиваясь от всех данных, которые доступны. Охуеть. Мета-данных. Вот это да. И этим занимается Google. У них эта система есть. Она на основе твоих предпочтений, твоих действий в интернете, имеет на тебя и на каждого пользователя, насколько я слышал, 50 тысяч единиц данных на каждого пользователя. Да, про меня знают больше, чем я. Знают, что тебе предложить, знают, когда ты это будешь смотреть, знают... История про выборов в США. История выборов в Индии. Выборы в Индии. Расскажи о ней, я не знаю. Была там ситуация у них, когда было два кандидата в каком-то городе. Я не помню точно. Одни придерживались... Как они называются-то? Консервативных взглядов. Другие нет. Ну, то есть, вот две толпы людей есть. И, грубо говоря... А еще всегда есть группа людей, которые готовы переменить мнение. То есть, чуваки, которые не знаю, не против, но они там в свободном полете. И в итоге, зная... Это как раз аудитория, с которой надо работать. Да. Это аудитория, с которой надо работать. Им вкинули какую-то штуку типа челленджа, а-ля в ТикТоке с танцами. Они в этом приняли участие. Кандидат победил. И это все бигдата. Есть... Я тебе говорю, Google, это серьезная вообще штука. Вот так вот, если вдуматься, сам по себе, Google знает про всех все и знает, кому что предложить. Больше, чем мы сами про себя знаем, 100%. Чтобы купили или как-то повлиять на события. Ну, вы сами знаете про цензуру Google, удаление неугодных каналов на YouTube. Тот же рупор, по сути, в определенных руках. Да, Google страшная вещь. Если вдуматься. Хочется теперь во всем этом разбираться, как хочется разбираться в математике. Ну, то есть, когда ты... Знаешь, когда ты раскладываешь это таким образом, такой, вау, реально же, ну... Нужен математик в команду. 100% нужен математик в команду, который все это будет рассчитывать, который поможет нам захватить медиарынок. Все, готово, поехали. Ищите в бигдате. Бигдата сайентист. Я супер за эту тему готов. Распространенная. В рамках контента. Да, сейчас распространенная. Я видел кучу интеграций про это все. Бигдата? Про бигдату сайентист. Нет, дата сайентист и бигдата, чуть-чуть разные вещи, по-моему. Бигдата сайентист это... Одного поля, короче. Бигдата сайентист я даже не слышал, если честно. Это профессия. Бигдата сайентист это профессия. Ну, дата сайентист это человек, который обрабатывает у тебя поток информации. Бигдата это просто духующая информация, которую надо обработать определенным образом. Мне надо реально... Нужен такой человек 100%. Это разъем. Давным-давно... Все математика, даже песня это математика. Да, безусловно. Ну, типа, если ты зайдешь, послушаешь чарты, они все математические понятны. Тебе? Нет, ну, да. Ты слышишь, видишь, ты видишь здесь... Я разбираюсь в том, как это работает, потому что я с этим работаю. Но все равно человеку на подсознательном уровне это тоже понятно. В чарты вряд ли попадет песня, которая экспериментально странная, которая понятна только музыканту. Типа, человек получает... Как это работает с кинематографом? Как работает с песнями человек? Получает свою порцию дофамина от того, что на подсознательном уровне предугадывает то, что сейчас он услышит. Типа, он на подсознательном уровне знает, что после вот этого тихого-тихого-тихого раскачивающего бриджа сейчас будет дроп. Он знает, что в фильме, когда он смотрит... Типа, ну, на подсознании... Сам нет. На подсознании он понимает, что вот сцена, например, да? Большинство же сцен в фильмах работают по принципу плюс-минус. Да? Ну, история строится, да, таким образом, что сначала ты негативные эмоции испытываешь, которая должна смениться на положительную. Вот обрати внимание, когда смотришь кино, начинается сцена. Если она начинается позитивно, то эта сцена, скорее всего, закончится негативно. Если она начинается негативно, то позитивно. Либо еще более негативно, как иногда бывает. То есть, типа, когда человек... И структура у фильмов одинаковая. Практически у всех вот эта трехактовая, типа. Исключение есть, конечно, типа, пятиактовые фильмы, как... Девушка с татуировкой дракона, еще какие-то фильмы. Очень комодный, я так и не досмотрел, блядь. Финчер любит пятиактовую систему, пятиактовую структуру. Вот, и как бы... Это тоже все математически. Там, бля, иногда фильмы, ну, просто по структуре похожи друг на друга поминутно, буквально поминутно, что первые минуты должно произойти вот это, первые двадцать вот это, и так далее, и так далее, и так далее. Вот тебе девяносто минут фильма условно, и оно, блядь, это все математика. Ну, по сути, да. Эмоциями управляет математика, получается. Математика, да, управляет здесь. Ну, я знаешь, что еще заметил? Вот по поводу того, как кто видит мир. Я, короче, в прошлом году, по-моему, такой, блядь, да как же так-то? Чего я здесь не вижу? Я смотрю на видос, и чего-то явно не вижу. То есть, воспринимая его обычным своим каким-то мозгом вот этим, знаешь, который там про деревяшки, углы посчитать и так далее. И такой, что там, блядь, я упускаю, а как к этому подобраться? И я такой, чувство, чувак. Это надо чувствовать. Вот то, что в детстве многим детям 90-х отбили, типа, не плачь, вот это вот вся хуйня, ты мужик, и так далее. Чувство, блядь, составляет такой же пласт мира. Как это посчитать? Ну, нейролинк и количество дофамина, поступающего в этот момент. Все можно посчитать. Базар. Даже любовь можно посчитать. С нейролинком даже эмоции попадут в биг дату. Да. Ой-ой-ой. Вау. Все попадет. Реально интересно, как люди твоего склада ума видят мир? Как ты видишь меня? Ну, во-первых, я очень тревожный чувак, как оказалось. То есть, у меня расстройство есть, тревожность. Мне кажется, благодаря нему я там за первые несколько лет просто из гаража не выходил, надо ебашить, надо ебашить, иначе я сдохну. Тревожность, значит, все. Да, тревожность — это жесть. Ты постоянно смотришь, ну, ты, я постоянно смотрю на какие-то вещи, которые могут пойти не так. Например, знаешь, лежит нож на краю стола, и я думаю, так, если сейчас его вот в эту точку задеть, он же перевернется и воткнется в пол, если не кому-то вбок. Блядь, надо убрать. Блядь, это же УКР, нет? Это не УКР, мне кажется, это здравая оценка опасности с учетом твоих знаний, короче. У меня подобная штука тоже есть. Я смотрю на какие-то вещи, просто убрать. Стоит чел на стремянке и начинает тянуться в сторону. И ты такой, так, еще 20 сантиметров, и он потеряет устойчивость, потому что ты знаешь, что, ну, знаешь, как устроен центр масс, что ты, допустим, будешь всегда стоять, если центр масс у тебя находится в площади опоры. То есть, ты такой, на одной ноге стоишь, и если у тебя центр вообще вот всего твоего веса, у него же есть центр физический, находится на площади этой ноги, ты не упадешь. И, короче, да очень много чего по такому же принципу. Смотришь, допустим, две машины едут, одна тормозит, другая начинает позже тормозить. И ты такой, отойду на шаг, и она тормозит прямо вот, где ты стоял. Ну, типа, не успевай затормозить раньше. Много-много очень таких вещей. Это в своем роде предсказывание будущего. По факту, да, так и есть. То есть, любой расчет, это вот твой прогноз на будущее. Что произойдет через? Что будет с... Мы хотим сжечь какое-то количество топлива. Я сто пудово знаю, ну, типа, если вот посчитать, я буду знать, какое количество кислорода из этого помещения уйдет. Представляешь, сколько нам приходилось считать, когда мы для Клик-Клак-Шоу делали всякие штуки? Количество газа. Не представляю. Там этих математических задачек просто пиздец было. Весь Клик-Клак-Шоу построен на математике. Ну, по факту. Все испытания, вот там, где люди получают боль, они все просчитаны. Особенно просчитана эта херь, которая электрический, этот лабиринт. Мы так запарились, чтобы она не гнулась, не качалась в разные стороны. Это было, ну, прям... Я подключил чувака, который в этот момент занимается производством деталей, которые должны на МКС отправиться. И мы по ночам с ним считаем вот эту загогулину, блядь, для того, чтобы Востоком бил нас. Ебать, это Клик-Клак-Шоу, поняли? Это Клик-Клак-Шоу. Космические технологии, блядь. Я сейчас, подожди, я сейчас флэшбэчу в апарт-отель, где мы жили с Ильичом и снимали первые ролики. Типа, да, и Леща. И потом какой-то тип из космоса с Крастером делали штуку, чтобы нас хуярило током на СТС. Типа, вот это шур. Да? Обожаю жизнь. Да, СТС один шаг. Слушай, и даже если бы я был самым пиздатым математиком, это я вряд ли бы просчитал, чувак. Вау. Да, это сложно. Вообще удивительно, удивительно. При просчетах, ну, во-первых, в жизни всегда существует такая штука, как удача. Безусловно. Вот она присутствует, и хоть обосрись. И это не посчитать. Хотя, ну... Теория вероятности. Это теория вероятности, но это все равно... Удача – это причинно-следственная связь. Это оказаться в нужное время в нужном месте все равно. Что я вообще открыл для себя после того, как понял, что мир можно по-разному постигать? То есть, будь ты глухим человеком, ты можешь зрением это делать. Будучи музыкантом, ты можешь быть слепым человеком, по факту. То есть, люди, насколько я это понял, в силу своей физиологии, то есть, кто под что заточен, они так мир и видят, и постигают. И самое ужасное в этом – найти общий язык между двумя сферами. Самое ужасное или самое тяжелое? Самое ужасное и тяжелое. То есть, тебе надо создать какой-то универсальный язык, общечеловеческий, который понимает и технарь, и художник, и, там, не знаю, кто угодно. Что вы одни и те же вещи, просто разным языком... Да, да, одни и те же концепции подаются разным языком. Вы можете спорить, но при этом говорить об одном и том же. Удивительно. Или как тебе задачка, например, у этого механизма должно быть смешное движение? С точки зрения математики, что такое смешное вообще? С точки зрения математики, не знаю, может, что-то очень простое, глупое. Ну, это простое. Очевидное какое-то. Очевидное, ну... Типа шарлатанское смешное с точки зрения математики. То есть, ты сначала... С моей точки зрения смешное движение – это типа... Ну, типа, вот, механизм ебучий, который такой, знаешь, переваливается. Ебучий – классное слово. По сути, неправильный. Неправильный. Ну, вот, да. И ты такой, окей, правильно вот так вот, значит, мы будем делать от обратного. От обратного как? Ага, математика такая-то, значит, он должен двигаться так-то, такие-то ускорения, так... Ну, короче, теоретические механики, сопромат туда, вхуяриваются и делают тебе смешной механизм, на твой взгляд. И это достаточно интересно. Мы сейчас вот... Не могу, короче, подробностей говорить, но собираем очень клевый проект. Большой достаточно. С известными ведущими тоже. Не могу, черт возьми, раскрывать, кто это будет. Но там... Точно нет. Вообще, ну какие шансы. Не может быть. Сто процентов нет. Привет тебе. Запиканный человек. Приходи второй раз на подкаст. И все-таки вы, блядь. Сода лав. Сода лав. Не было подкаста сода лав. Чуваки, я на моменте со стремянкой, вот то, что тянется. Я очень глубоко залип в одну мысль. Мне кажется, я понял, нахера вообще нужна симуляция? Симуляция что? Вообще, ну вот это симуляция... Моделирование. Ну как, вот есть вот история до того, что типа в симуляции или мы? Вот это все. Я, кажется, наконец-то понял вообще, зачем нужна симуляция в теории. Сейчас я расскажу, это большая мысль. Достаточно. Короче, возьмем, допустим, ограничим систему вот этой комнаты, в которой мы сидим. Если мы точно знаем расположение каждой молекулы, каждого электрончика, каждого вообще всего-всего-всего, и включая, типа, знаешь, условную бигдату, полученную гуглом от вас, типа, про ваши эмоции, про то, как вы делаете, мы можем предсказать будущее, которое произойдет в этом помещении. Потому что нам известна вся информация про все объекты, которые есть, от самых крупных до самых маленьких, включая те, которые, как бы, знаешь, не особо просчитываемые, типа, вот как эмоции, и вот это вот все. Если мы масштабируем эту историю... Нет, подожди, подожди, секунду. А вот так вот ты прогнозируешь, что я делал в этой комнате? Ну вот бигдата нейролинка по-любому будет знать, что ты в такой ситуации попытаешься, типа, знаешь, сделать что-то неожиданное. И это... У меня просто друг такой есть. Базар, это можно было бы с какой-то вероятностью просчитать. Да, да. Перебью это я на секундочку. У меня отвратительная память, ну, типа, очень плохая. Та же история. Очень плохая память. И когда, например, выходит какой-то ролик с моим участием, в котором я снимался два месяца назад, я смотрю, сатир, например, там пошутил, и я в жизни делаю ха-ха-ха-ха, и там я делаю ха-ха-ха-ха. Значит, ты достаточно откровенен, если один с собой. О, я пиздец предсказуемый. Ну, типа, я, во-первых, не изменяю себя, во-вторых, ну, вот-вот, это меня иногда пугает. К чему дальше эта мысль вообще идет про вообще, как она приходит к симуляции? Смотри, мы возьмем систему побольше. Типа, вот, планета Земля вместе со всеми планетами, которые еще в Солнечной системе находятся, вместе с поясом Койпера, вместе со всей херней, до которой мы когда-то вообще смогли досмотреть. И мы знаем расположение и вектор движения каждой молекулы, каждого атома, всего, что будет, ну, то есть где он окажется. Ну, допустим. И в рамках этой системы есть Земля. Мы, соответственно, точно так же можем предсказать более макробудущее. То есть, условно, прилетит ли в нас какой-нибудь там астероид, типа, возможно ли еще что-то. То есть, может быть, вот наша информация о том, что мы, ну, знаем про каждый атом и про каждую молекулу, приведет нас к пониманию того, что в будущем будет какой-то, ну, на физическом уровне... Всего? А? Оракул всего. Оракул всего, да. И смотри, и как бы физически... Причем симуляция? Физически получить информацию о каждом атоме и каждой молекуле вообще, типа, во Вселенной практически, ну, вот на данный момент нельзя. Типа, у нас нет какой-то такой технологии, которая, знаешь... Мощности. Нам не хватает мощности вычислителя. А может быть и не мощности, может принцип другой нужен. Может быть информация о каждом атоме заключена в каждом другом атоме. Откуда нам, может быть. Мы просто не научились ее вытаскивать еще. И что если в теории симуляция нужна как раз для того, чтобы попытаться воссоздать максимально похожий с точки зрения физики мир на наш, чтобы как бы отмотать до нашего момента, такой, о, сходится, отматываем в будущее и смотрим, что будет в будущем. А это бесконечная тема. Ты отмотал в будущее, посмотрел в будущее, уже на него повлиял, и, соответственно, эффект бабочки произошел, только и все, и будущее будет другим. Возможно. Есть прикольная баллада на этот счет, на тему того, как ты смотришь будущее. По-моему, баллада про какого-то там Олега, что ли. Вещи Олег. Я не помню. Баллада про Олега, как будто все это нахуй в одном приложении не может существовать. Сказание про вещьего Олега. Слово баллада и Олег впервые встретились. Хуй знает. Сто процентов про вещьего Олега, блядь, и других не знаю. Может быть, про змею там было и коня, да? Да, да, да. Ну, вот та же самая хер. Типа ты узнаешь будущее и такой, я от него застрахуюсь. Застрахуюсь хуяк, и оно происходит. Ну, классическая сценарная тема. То, о чем мы сейчас говорим, давным-давно, с точки зрения философии, еще даже до компьютеров разбиралось, кем не помню, потому что у меня тоже хуевая память. Но штука эта называется детерминизм. Предопределенность. Да, типа, что вся вселенная определена по факту. И если этого придерживаться, насколько я понял, получается, что и судьба есть, а эта хуйня полная. Ну, типа, она в каком-то смысле существует. Она типа, что называют судьбой? Да, опять же, твоя физиология, наследственность и, по сути... Блядь, причинно-наследственность. Да, да, вот где ты находишься, из чего ты состоишь, оно так и происходит. Ну, то есть, не мог я стать, блядь, супер-балеруном. Потому что, во-первых, не было предрасположенности, окружения и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, с этой стороны судьбу, да, можно воспринимать. А то, что ты такой, так, сейчас я тут один атом ударю, и все разлетится. Знаешь, как на бильярдном столе. Я буду точно знать вообще, где все находится. Нихуя не так. Потому что до банального возьми пипетку, капни ее в стакан с водой, и вот как она будет разлетаться, мы этого считать не умеем. Эта хуйня называется турбулентное течение. То есть, оно настолько сложное, что оно описывается вот такими километровыми формулами, и то как-то очень-очень приближено. По факту самая банальная вещь. Вот, пожалуйста, капля в стакан капнула. Такие вот нюансы. Ну, предсказать будущее, короче, труднее, чем кажется. Конечно. Но, опять же, его можно творить. В том числе благодаря каким-то просчетам. Да, но я, видишь, я же про будущее говорил не в эзотерическом смысле. Типа не в том смысле, что вот ты узнаешь, кем ты станешь, типа, через пять лет. Я говорил про будущее в плане, ну, типа, планеты. Ну, да, да, да. Про будущее, там, звездной системы вообще нашей. Прикол. Что мы можем прогнозировать благодаря информации. А что если симуляция создается для того, чтобы была возможность, отталкиваясь вообще от всей солнечной системы, всего того, что происходит во вселенной, для того, чтобы узнать, когда Оксимирон выпустит новый альбом? Зашла, зашла. Спасибо. Ой, блядь. Возможно ли, как вы думаете, в 30-летнем возрасте, имея совершенно не математический склад ума... Начать заниматься? Начать заниматься. Да как нехуй. Как это сделать, если у тебя нет предрасположенности, а, соответственно, вот, учитывая еще, например, СДВГ жесткая, когда у тебя нет предрасположенности и интереса, сколько бы, какой бы у тебя не был уровень IQ из-за интересованности и бэкграунда, это вообще вот куча непонятных слов. Это вылетает, это вылетает и вылетает. Ну, типа, у тебя... Подача, может быть, какая-то особенная? В первую очередь подача. Почему я вообще начал канал свой делать? Мне не нравится академическая сухая подача. Почему у нас не суперпопулярные видео по 8-10 тысяч миллионов просмотров? Потому что мы специально избегаем популярных тем. Ну, как бы иногда там попсо, этот, симпл димпл можем сделать и так далее. Но, как правило, мы берем, наоборот, что-то непопулярное. Какой-то там физический прикол, математический прикол. Делаем проект, угораем и всовываем его внутрь, чтобы в процессе показать. То есть мы показываем что-то интересное, ругаемся матом, и внутри этого заперта какая-то мысль физическая, математическая, из разных наук. И тебе я в первую очередь рекомендую определиться, тебе это зачем? Интересно, для общего развития, наверное. Знаешь, смотри, с возрастом мне нравится узнавать все больше и больше. Есть вещи, в которых повышается, скажем так, моя экспертность, и мне нужны новые вещи. В стороне развития, короче. В которых я буду ощущать себя новичком, которые будут помогать мне развиваться в общем. Потому что, опять же, вот сейчас, как человек, который никогда не понимал математику, я страдал от этого в школе, и понимал ее исключительно, когда ложился в больницу, и мне объясняли тет-а-тет. Ну, типа, учитель вот мне один на один говорит в больнице. Я тогда понимаю, меня разжевывают, у меня есть возможность задавать вопросы. Пока весь класс записывает, бежит, я их не сижу, нихуя не понимаю. Мне бы хотелось что-то как-то понимать, потому что я шарю сейчас, что это помогало мне бы точно совершенно справляться с какими-то задачами проще, смотреть на мир чуть шире. А ведь очень пиздато, когда у тебя широкий кругозор. И математика, хотя бы на каком-то базовом уровне, мне бы хотелось ее понимать, потому что я знаю только начальную школу и знаю, что такое арифметическая, геометрическая прогрессия. И это все. Ну, я тебе так скажу, чтобы быть цивилизованным, счастливым и богатым человеком, тебе больше, в принципе, нахуй-то и не надо. А мне просто для себя же интересно. Для себя? Ну, смотри. Я же развиваюсь не для того, чтобы богатым быть цивилизованным. Это понятно. Ну, слушай, говоря словами одного человека, которого нельзя называть, знать все на свете нереально. Я лично свою лилию. Проблема гениальна. Короче. Я нахулюсь, нахуй! В GTA 5. В GTA 5. В GTA 5. Я еще понял такую штуку. По факту лени нет. Ну, нет такой вещи, как лень. Звучит, как самое продуманное оправдание в мире, блядь. Есть недостаток мотивации. Угу. Так. То есть, если ты что-то не хочешь идти делать, оно тебе не особо... Да-да-да, оттуда прокрастинация, когда ты делаешь все на планете, кроме того, что тебе нужно сделать. Да-да. И вот тут... Лени нет, но мы исключим депрессивное состояние. Да, конечно, ну, если человек здоров. Да-да. И тут просто надо понять, у тебя какая цель с математикой. Просто ее изучать, потому что я вот сейчас нанял репетитора по прикладной механике. У меня в институте Херово прошел сопромат сопротивления материалов. Это про то, как ты пруд сгибаешь и через сколько он треснет. И теоретическая механика. Это про то, что мы вот это колено шевелим, с какой скоростью у нас вот здесь перемещается. И по факту я уже перерос это. То есть я занимаюсь тем, что мы производим контент. Я актер. Руководитель, можно сказать, и тоже от руководительских стараюсь отойти. Всяких приколов. Руководитель группы людей, которые творят научпоп. И мне лично для своего интереса захотелось пройти сопромат и термин. Вдруг я что-то проебал оттуда. Вдруг я что-то не помню. Не понял, что мне может пригодиться. И уже вот сейчас изучая, я понимаю, что я это применять в жизни не буду. Оно у меня хорошо там легло куда-то, на какую-то полочку. Я вот вообще всегда свое мышление представляю, свой мозг, свои знания. Это просто шкаф с полками. Термех, физик, история. Я не запоминаю факты, я не запоминаю даты, я не запоминаю имена. Я запоминаю, что, где копать. Контекст. Это чисто сознание человека интернета. То есть, я запоминаю, я это прогуглю вот под тем двум словом. Я знаю, где это лежит, где-то вон там вот. И пусть оно нахуй лежит до востребования. Оперируешь исключительно какими-то данными, которые в операционной памяти у тебя хранятся здесь и сейчас, которые ближайшие два года получил. И я тебе советую, можешь с репетитором позаниматься. Можешь книжку почитать, кстати, Саватеева. Как? Саватеев. Математика для гуманитариев. Так и называется. О-о-о. Охуительный мужик. А ее можно слушать? Или лучше читать? Есть, я просто обратил внимание, что есть книги, которые невозможно слушать, но можно читать и наоборот. Ее лучше читать, потому что там все же формулы есть. Формулы всякие, циферки и так далее. И, кстати, охуенный он, дядька, я бы тоже у вас вот здесь посмотрел. Очень интересный мужик. Я даже сделал один подкаст в своей жизни, подкраст, я их назвал, вот с Саватеевым. Круто. Да, прикольный дядька. Про чем мы? С чем мы начали? Про изучение математики и гуманитариев, такому, как я. Для того, чтобы просто, ну, типа, для общего развития. Я вот только недавно понял, что все мои пробелы в школе хочется какие-то подзаполнить, потому что мне не хватает. Согласен с тобой. Мне не хватает образования. Мне не хватает литературы. Я ее ненавидел в школе. Я прочитал 15 произведений художественных в своей жизни. За всю жизнь? Да, не больше. Робинзон Крузо на дне. Кстати, охуительная книжка, маленькая такая. Я когда в электричке ехал, я уже тогда запойный был, и мне нравилось читать про всяких этих бомжей, торчков. Что я еще могу вспомнить? Лавкрафта читал 5 книг. И... Гарри Поттера. Нет. Нет, Гарри Поттер не читал? Ты банулся, они жирные. Получается так. Я же тоже неусидчивый. Мне сложно книги читать. Сейчас вообще жесть. То есть за последние 10 лет я ни одной художки не прочитал. Исключительно на тему мою специфическую. То же самое на самом деле. Я только недавно прочитал «Скотный двор», потому что очень давно хотел его прочитать. И как бы такие книги, она небольшая, она читается за один присест, типа, или там за один длительный перелет. «Повелитель мух». Не шаришь? Знаю, не читал. У меня была книжка, я не добрался. Я люблю профессиональную литературу. Я читаю и слушаю по запросу. Типа, вот мне сейчас, например, нужно прочитать про то, как, там, не знаю, сценарии писать. Я читаю это. Мне надо там... Хочу разобраться в психологии отношений. Под задачу, короче. Да-да-да, под задачу. Я считаю, что только так и надо читать. Потому что, когда ты читаешь книжку просто от скуки, часто получается так, что просто как она влетает, так и вылетает. Смотря с какой инфой. Художка прикольная, она застревает. Когда-нибудь я приду к художке, я вообще как человек, который... Сколько времени-то надо, Эл? Типа в наши... Господи, художку лучше всего слушать. Вот художка идеально для прослушивания подходит. Ну, кстати, да. Чуваки, я... Ой, особенно если по ролям классно читают. Я читал «Маленького принца», а потом слушал «Маленького принца», когда по ролям там читали его. Это просто потрясающе. У меня очень богатый опыт с аудиокнигами. А как же фантазия, типа? Так, в смысле фантазия? Ну, типа, у тебя... Не знаю, когда я читал художку, у меня разыгрывалась фантазия. Когда я слушал художку... Это основной ее плюс. Оно как бы упрощало. То есть мне просто поступала эта литература в голову. А здесь я мог визуализировать, что-то представлять по-своему. Почему в 99% случаях люди говорят, что книга лучше фильма? Да потому что они представляли себе совершенно другое. Только поэтому. Их мир. У них был собственный мир, пришли и все разрушили. Типа вообще. Даже если это охуительный фильм, типа, все равно ты представлял это ну вообще по-другому. Слушай, ну то, о чем ты говоришь про визуализацию, оно все равно работает с аудиокнигами. Просто это чуть-чуть сложнее, если ты делаешь еще что-то параллельно. А я по-другому не представляю, как слушать ебать. Ты что, включил ебать книгу и сидишь слушаешь? С закрытыми глазами. Это пиздец. Ну то есть я слушаю аудиокниги во время ходьбы. Ну да. Во время ходьбы. И во время ходьбы. Это окей. В дороге во время ходьбы. Ну то есть не то, что ты сидишь и просто погружаешься в это. Имеется в виду, что не должно быть никакой другой деятельности высшего порядка. То есть ты не можешь залипать в телефон, читать какие-то статьи. Да базар нет, но посуду мыть. Типа. Я вот какие-то бытовые вещи дома делаю, вещи собираю, что-то такое. И это, кстати, помогает мне сфокусироваться на том, что говорят, если я сяду и включу, я сойду с ума. Я не смогу понять. Мытье, посуду, ходьба. Тебе какой-то раздражитель нужен, чтобы сфокусироваться на этой штуке. Да, смотри. У СДВГшников, вот смотри, почему... Кстати, меня удивило, как люди в комментариях бесятся, знаешь, когда вот, например, вот так вот кто-то сидит, и они такие, что ты долбоёб. А мне вот это действие помогает сфокусироваться. Взять что-то в руки, поверсеть. Бля, я не могу, это пиздец. Я недавно статью читал о том, что шевеление именно вот этой мышцой, оно, короче... Какой гормон там был? Подожди, я не про гормон запомнил. Я запомнил то, что она помогает глюкозу до мозга довести, докачать. Она настолько вот этим движением запускает внутренние процессы, что у тебя мозг, блядь, питание лучше получает, когда ты ногой шатаешь. То же самое касается любой мелкой моторики. Типа, чуваки, спиннер, гениальная хуйня. Вот я хочу себе купить спиннер. Чёткий. Просто потому что... Или чёткий, да. Это же только помогает мне думать. У меня, ну, очень плавающее внимание. Пиздец. Вот она у тебя сфокусировалась. А тут, оп, у меня есть на чём-то фокус. Отлично, я понимаю. И всё, и мне это помогает что-то думать, размышлять. По этой причине, там, раньше, когда-то мне нравилось, там, к самокруточке крутить или ещё что-то. Какой-то медитативный процесс. Варить кофе или что-то ещё. То есть, что-то обязательно надо подделать руками. По этой причине я руками работаю. Я руками собираю всякую хуйню, чтобы их занять. Типа, да, и голова лучше работает. Вот мой спиннер, кстати. Вот, типа, обычно я, когда сижу, кого-то слушаю, во, пожалуйста, я сижу, кого-то слушаю, и пиздец и внимание начинают ускользать. Не потому что я хуёвый человек, которому неинтересно тебя слушать. Я тебя очень хорошо понимаю. А потому что, ну, во мне начинается бурление. И мне надо что-то поделать. Я там сижу, кольцо кручу, и это мне помогает тебя дослушать, чтобы не быть уебаным, который... Чё, чё, прости, чё ты сказал? Я просто начал думать, о, внезапно увидел муху ебать. И начал думать вообще, зачем мухи существуют на Земле. А сколько в галоне молоков молока? Да-да, типа, что будет, если исчезнут все мухи? Блин, мы умрём, наверное, а ты мне в этот момент душу изливаешь. Не потому что мне неинтересно, у меня внимание таким образом. Кстати, на тему разных состояний. Я заметил, что вот это вот, типа, поверхностно-креативное мышление, как у комиков, оно включается, когда я марафон бегу. Ну, на дорожке. 7 километров, короче. Минут 7 я так бегу, у меня организм приходит в какое-то другое состояние, и он как будто мобилизируется, типа, на это мышление. Думать долго глубоко нет, быстро соображать, выкидывать да. А у меня твое мышление включается в самолёте. Когда раздражители прекращаются. Да, да. Мы обсуждали это на подкасте с реймтеймером. Типа, всё, у меня нет ничего. У меня телефон, бля, это кирпич ебаный, на котором только можно удалять фотки, типа, ненужные скриншоты экрана случайные. И ты начинаешь выдумывать. Потому что тебе не хватает развлечений. И по этой причине я очень люблю в лес гонять. Там нет нихуя. Там у тебя банальные бытовые твои потребности становятся задачей. То есть тебе, чтобы банально чай погреть, тебе надо пойти в лес, найти палок, разжечь их, погреть, вскипятить, залить. Короче, с хавкой то же самое. То есть своего рода, как эта херня называется? Дауншифтинг на короткий период. И это мало того, что ты приезжаешь потом в квартиру, как бы она тебя не заебала. Ты такой... О, горячая вода из крана, пизда! Блядь, люблю! Вот это вот. Отсюда вся эта мода на дофаминовые детоксы. Да. Потому что у нас переизбыток дофамина. Вообще вот абсолютно во всем. Котики, 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 котики. Свайп, 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 свайп. И ты параллельно куришь дуделку. Вот это вот. Ну, блядь, обсуждали это еще раз. Вот ты приустраиваешься дофаминовый детокс, просто чтобы напомнить организму, что ты можешь получать удовольствие не только от вот этих наркотиков, типа, которые нас окружают. И речь даже не про запрещенные вещества, а про общедоступные штуки. Ну да. Пиздец, прикинь вообще, в какой мы точке находимся, что нам надо лишить себя, ограничить себя от всех благ цивилизации для того, чтобы вспомнить, что мы живые люди. Нахуеть! Да. С таким темпом жизни, как у нас, об этом не так сложно забыть. Да. Я очень поцвенный. Да я реально, не помнишь, на втором подкасте с Андреем Сутенером, он говорил, вот, Джарахов бросил пить, скоро, блядь, в монастырь уйдет. Я недавно начал задумываться, а что, если реально уйти в какой-нибудь храм, пожить, типа, по несколько недель или месяцок, попробовать другую жизнь. Любой опыт, которого у тебя не было никогда, я думаю, что будет прикольным. Просто ты же, ты вольный человек, ты можешь прекратить этот опыт, когда тебе захочется. Ну да. То есть у тебя же там не будет никак батареи, приковывать, чтобы ты, ну, дождался просветления, как бы. Ты пришел туда, ты, как бы, посидел. Если ты не за первые 15 минут там заебался, это все в порядке. Это может быть. Мне в этом плане, я тебе неделю назад рассказывал про то, что я в театр сходил, и то, что это было в своем роде испытание, на самом деле. Потому что это три часа, хоть с антрактом, но типа антракт после двух часов. И это место, где у тебя отлично работает интернет, но это место, где супер невежливо пользоваться телефоном вообще в целом. То есть я понимаю, что я вот сидел, в метре от меня сидел человек, у которого дважды за время спектакля завибрировал телефон, и я думал, ах ты сука. То есть прям я думал, ты как смеешь вообще. Во-первых, люди вживую играют. Это вообще отдельная история, если честно. То есть вот то, к чему мы привыкли. Недавно с Катькой на Кысе были. О, я тоже хочу сгонять. Сгонять, прикольно. На Кысю, и мне еще очень посоветовали спектакль на всякого мудреца, довольно простоты. А кто там играет? О, сосед мой, ебать. Я тут выхожу недавно из дома, он про собаку приходит, такой, добрый день. Хотел сказать, когда окна. Ну, в общем, короче, это несмотря на то, что интересно, это как бы известное человечеству развлечение. Сходить как бы в театр, в досуг такой. Мне кажется, тебе первый час будет там вообще непросто. Тяжко, тяжко. Слушай, если я целенаправленно на такую штуку иду, мне будет легко. Правда. Есть штуки, когда я принимаю правила игры, и у меня лечится моё СДВГ. Моя психолога отправила меня к психиатру недавно. Я прихожу к нему, ну, закидываю за зависимость, за вот это говорю, давайте диагностируем мне уже, ебаный СДВГ, ну, я, пожалуйста, чтобы я мог реально ходить козырять. Он такой, ну, тут диагностировать не надо, у вас правда, но есть. Я говорю, таблетки. Нет. Эритрин. Ага. Ой. Это небольшая сноска про то, что... Он же запрещен. В России, да? Да. Небольшая сноска про то, что, допустим, в той же Америке детям вообще там бесконтрольно выписывают... Риталин – это тип лекарств. Да, который как раз влияет на фокусировку. Да. Прикольно то, что у них психиатрия развилась до того, что она может диагностировать такие болезни, которых в России, блядь, не существует до сих пор. Никто с этими проблемами вообще не хочет разбираться на данный момент. А придумывали, блядь, себе. Рассеянный, ты просто дурачок. Уууу, у меня немножко история есть. Ну, маленькая. Я, короче, в Королёве 25 лет прожил. И максимум... Родина, блядь. Да, максимум медицины, которую ты там можешь получить, это поликлиника. Ухуительная. В общем, у меня как-то апатия была, и вообще сил не было. Ну, типа состояние, знаешь, когда ты просыпаешься, такой, блядь, я кружку не могу поднять. Просто какое-то изъебанное состояние. Депрессивное какое-то состояние. Я бы не сказал, что прям депрессивное, просто сил нет. Ну, такое общее утомление. Я прихожу в поликлинику, говорю, что-то вообще сил нет. Не знаю, типа, с чем связано. Может, какие-то обследования пройти. Чего? Сил нет? Да ты тунеянец. Иди нахуй отсюда. Мы тебе справку выпишем. Ну, как бы вот оно. Советское отношение. И я понимаю родителей, когда я им говорю, ребята, типа, вот ваши проблемы, которые там 10 лет ебете, сходите к психотерапевту за один месяц, разнесите. У них впечатление о психиатрии, я уверен, не такое, как у нас там, когда мы можем к платному психотерапевту сходить, там рассказать о какой-нибудь херне, разрушить и решить эту штуку. Такая вот фигня. Ну, круто, что мы живем время, когда эти штуки признаются. Когда у нас хотя бы есть интернет, где ты можешь загуглить. И такой, о, это похоже на меня. Это... А это самая большая, мне кажется, ловушка. Это ловушка, но это можно, по крайней мере... Понятно, что себе можно диагностировать рак от того, что ты чихнул. Типа, у меня были эти ситуации, когда я после тусовки начал кашлять, и ты такой, блядь, это ВИЧ. Это ВИЧ 100%. Я же не предохранялся. Ой, еще на губе что-то выли... Тогда спит. Понятно, что можно нагуглить, но если ты умеешь пользоваться интернетом и фильтровать информацию, которая поступает, то ты, ознакомившись с кучей разных вариаций, ты можешь понять, что... Ну, по крайней мере, что то, что ты испытываешь, это нормально, что ты не единственный, кто сталкивается с тем, что ты сфокусироваться не можешь, что ты дергаешь постоянно, что тебя могут думать, что ты наркоман какой-то, потому что ты дерганный весь, типа... Ну, то есть я видел очень много негатива про меня во всяких коротких, опять же, роликах, потому что я могу себя дерганно вести. Бля, ну, типа... Это не только мой характер, это вообще, ну, таким образом, моя психика. Твоя нервная система. Моя нервная система такая. А меня за это осуждают, нихуя себе. Да ушли нахуй. Ну, да, естественно, они там давно и есть, зачем туда идти, ебать. Дань, а ты про антидепрессанты вообще говоришь? Да. Открыто? Мне потому что интересно вообще в целом. То есть мы же вот тогда... Был период, да. Можно? Говори, говори. Мы были в Дубае. Вот, я к нему и вел. Мы были в Дубае полтора года назад, мы жили в одном доме больше месяца, и у тебя закончились антидепрессанты, я помню. Как чувствует себя человек, у которого кончились антидепрессанты? Бррррррррррр, слушай, я даже не знаю с чем это сравнить. Наверное, с каким-то эмоциональным обстошением после похмелья, что-нибудь типа того. Ну, я чисто свои ощущения расскажу. Тогда я где-то полгода принимал их. Я сходил к психиатру, к психотерапевту. Психиатр мне выписал барбитуры. Сначала это были транквилизаторы на какое-то время. Они слабые, а такс. Типа одна таблеточка, и ты не паришься насчет того, что утюг сейчас с полки упадет. Я пробовал тоже. Потом их отменили. Потом были норматимики. Это которые перепады настроения сглаживают, нормализуют. И потом антидепрессанты. У них накопительный эффект. Я же алкоголик, закодированный уже второй раз. У меня с алкоголем удивительные отношения. Полгода я их принимал. Мы поехали в Дубай потусить. Соответственно, русский рецепт там не работает. Они заканчиваются. И на следующий день, даже сейчас, если их забываю выпить, на следующий день я себя просто мгновенно тревожнее чувствую. И если там второй день тоже не принимать, тревога нарастает до того, что ты просто съеживаешься в комочек, и у тебя ощущение, как будто ты просто говно. Ну типа депрессняк моментальный настает. Потому что их нельзя так бросать. Их надо постепенно отменять. Уменьшать дозу? Да, уменьшать дозу. Я же ее наращивал. Грубо говоря, две таблетки принимаю. А в самом начале я принимал треть. Притом мне сначала прописали пактил. И вот эти антидепрессанты мне вообще не зашли. Я ходил как будто в ебаный месяц. То есть в таком коматозе. И я не различал, сплю я или не сплю. Я не мог ничего делать. Реально это месяц продолжалось. Я такой, блин, это вообще не мое вещество. А с антидепрессантами, это же какая кора. Они точно не знают, что за что отвечают. И какие именно эти приемники гормонов. Или передатчики гормонов. На какого конкретного человека? Да, это все субъективно. Один подходит, другой не подходит. Никто не знает почему. Так у тебя физиология нейронов. Погоди, а ты же ДНК-тест прошел, который тебе... Я прошел ДНК-тест, да. Который тебе как раз и сказал твою совместимость с какими-то из этих препаратов, ты говорил. Он показал... Этот препарат Скорпион, он вам не подходит. Он показал, кстати, да, круто, что ты вспомнил, что пактил на меня имеет типа супер, как это... Седативная? Седативная? Не-не-не, просто по факту, вот как действует пактил, на меня он действует в два раза сильнее. То есть, возможно, мне дозу изначально хирургом... Да, восприимчивость, короче. Да, восприимчивость сильная. Вот. И, кстати, очень хорошо, что ты про ДНК-тест вспомнил. Это пиздец, Эл. Вот я... Мы говорили о том, что, да, там... Грубо говоря, сознание, там... Ну, точнее, мышление у тебя, там, художественно-литературное, грубо говоря. Ну, ты можешь сочинять, можешь музыку сочинять. Я всегда любил больше математики геометрию, потому что она еще понятнее. То есть, ты мало того, что, там, считаешь какие-то концепты, концепции, графиков, функций, там, иксов, каких-то игреков. Ты еще непосредственно видишь картинку. То есть, тебе надо посчитать, ну, блядь, вот эту сторону, там, треугольника. И оказалось, вот мы недавно ДНК-тест прошли с Катькой, там есть предрасположенности и таланты. Ого! Дико рекомендую, 8 тысяч всего цена. Это... Вот эти штуки, типа, вот такая коробочка это? Да, харкаешь, отсылаешь, они тебе говорят, что ты такой. Меня это в который раз утвердило в моих мыслях на тему того, что вот каждый о своем. У каждого есть предрасположенности, которые можно качать. Офигеть! В двух словах. 46, по-моему, хромосом у нас есть, да? Мужчины у женщины есть, женские и мужские хромосомы. XY? Ну, XY, да, вот эта вся залупа. Какие-то гены доминантные, например, у тебя темные волосы, у девушки будут светлые. Темный ген доминантный. Есть вероятность, с которой твой цвет волос выпадет, ну, короче, блядь, наиболее вероятный. Ребенок. Да. И с каждым параметром такая же история. Просто их там миллиард генов этих. И каждый за свою хуйню отвечает. Очень сложно. Блин, а творческие предрасположенности как? Типа полушария? Полушария – это очень упрощенная история. Хорошо, участки мозга, отвечающие за конкретное что-то. Вот смотри, у меня высокий лоб. Значит, большие лобные доли. Значит, это плюс к зрению, плюс к образной креативности, короче. Я художником могу стать, если задорочусь. Мне это не очень нравится, но получалось когда-то. Это, конечно же, не показатель, потому что есть наука, как она там назвала? Физиогномика. Физиогномика, блядь. Ужасная фашистская история, короче. Но за счет того, какие у тебя зоны мозга потенциально могут развиться. Потому что есть же, знаешь, такое… Вот у негров, например, строение мозга, строение черепа такое, что у них атлетов много по факту. Это тоже генетика, по сути. Там какой-нибудь Хусейн Болт. Хусейн Болт. Он бегун был я? Бегун, да. Пожалуйста. Та же самая история. То есть, это его какие-то корни спортсменов, плюс набор вот такого ДНК, который ему выпал, и плюс условия в детстве, его окружение. Сложили все вот это вот дело. Так что можно сказать спасибо своим родителям за многое. Удивительно. Те дамы, бабушкам тоже. Да. Все же… Вот опять же, да, вот у тебя мама-бладинка, папа-брюнет. Брюнет, есть, ну, как сказал Даня, брюнет, доминантный ген. 25% что ты будешь блондин, типа того вроде как. Вот, но эти 25% они все равно в тебе как бы таятся. И в дальнейшем, типа, ты вот условно даже на девушке-брюнетке, когда там женишься, заводишь с ней детей, все равно есть шанс, что родится блондин, насколько я понимаю. Да, конечно. Просто потому, что этот ген есть в тебе. Просто шанс уменьшается, но он есть. Если у тебя пра-пра-пра-прадед был темнокожим, ну, прям африканцем, есть шанс, что у тебя дети темнокожие будут? В всякий день, если у меня пра-пра-пра-прадед был темнокожим, есть шанс, что мы с моей женой разведемся. Потому что я такой, а ты охуела? Ты чего не пытаешься всучить? Что такое? Ты видишь, я какой, а это? Если у вас такая ситуация, позвоните Дане, девушке, он вам расскажет все способы отмазаться. Понимаешь, ты просто дурак, бля. Генотип, он такой работает. У меня дедушка его видит. Генотип, опять же, это все существует в интернете, это все можно погуглить. И прикольно, что я вообще не перестаю удивляться, что такие вещи существуют. И когда ты их слышишь, кажется, что ну да. Ну да. Ну да, типа, ну я так и думал. А ты об этом не думал. А то о том, что пол ребенка в зародыша можно поменять, и гены ему перепрошить, пока он в утробе находится. Это же какая-то относительно новая история. Да? Тоже пиздец. Это как с Китаем, по сути. Вот тебе, пожалуйста, поколение людей по запросу. Мы сейчас, конечно, начали обсуждать всякую вот эту Евгенику, по сути, если честно. Но если говорить про чуть более полезное применение вот таких технологий, то ты в теории можешь заранее, на раннем этапе развития плода, понять, что там есть какая-то болезнь. Да. Это круто. Есть какие-то опухоли, какие-то там, знаешь, видишь, что там ножка недоразвивается, типа, хуя-як, подкрутили. Две ножки. Да-да-да. Обе правые. Ну, ладно, блядь. Жор, с тобой мы, по-моему, уже обсуждали эту штуку. Есть такая технология CRISPR. Технология редактирования генома. Притом не на стадии зародыша, а вот прямо вот есть живой организм, ты ему у нее это кидаешь, у него, ну, вот есть там геном, большая цепочка. Они идут, гены. И вживаются. Они не то, что вживаются. Денька. Биологи, как они называются, белковые автоматы. Видел когда-нибудь такую хуйню? Это вот молекула из белка, она, мать о, шагает по своим делам, блядь, в твоем организме. Ой, я видел. Да, я видел, видел, видел. Идет и шагает. Доходит до нужного момента, вырезает нужные гены, выкидывает их нахуй и встраивается, типа, вот то, с чем она пришла. А то, с чем она пришла, ты можешь закодировать что угодно. И тема достаточно жесткая. Чуваки из светящихся мух создают. Просто у себя дома. Тебе ничего не надо, кроме участка гена, который ты хочешь встроить. Ты можешь себя обкалывать геном ящера, чтобы у тебя кожа поменялась. Прямо сейчас, сегодня. Я вспомнил видос концерт группы Ленинград в каком-то элитном поселке много лет назад. Внезапно выключается свет. И у половины людей светятся глаза. Реально есть видео, можно загуглить. У них светятся глаза. Потом берут интервью у Шнурова. Он говорит, ну короче. Это были оборотни в погонах. Говорит, мы поем. Хуяк, свет гасится. И у половины людей загораются глаза. Я не помню как, но по съебам мы дали со скоростью света. Говорит, а кто эти люди были? Говорит, это очень влиятельные были люди. А кто? А вам скажи. Есть видео. Там реально. У кого-то нет, у кого-то да. Жуткая хуйка. Жутко. Мне аж не по себе сейчас стало. Я бы заценившил. А давай я покажу. У меня это в переписке со Славой Мерло. И там потом модель говорит, да, это стволовые клетки. Ребята, я колол стволовые клетки. Вырубите свет. Я проверял, глаза у меня не светятся. А может тебе и не видно. Что-то, скорее всего, похоже на инфракрасное свечение было. Знаешь, вот типа серое. Это когда свет выключается, камера в темноте начинает сниматься. Было похоже на серое такое свечение. Почему выборочно? Может тогда те, у кого глаза не горели, может у них потух огонь в глазах, им неинтересно то, что они делают. Ну это, знаешь, это свечение в наебательском спектре. Мы третий пул подкастов за день снимаем. Время час ночи, я баху. Может есть какая наркота, которая в глаза капает? Да. Я только знаю, которую капли для глаз, которые в нос капают. Которую капли в нос, да? Ой, пиздец. Сколько историй про это послушано. Ой, жесть вообще. Как оно называлось? Давай не будем. Давай не будем. Ну я, да, у меня в детстве это все делали. Я не южил, но видел людей, это пиздец прям. На канале стендап... Очень смешно. Я просто для зрителей. На канале стендап-клуба номер один есть шоу истории, и там Саша Малой как раз рассказывает историю про то, как он вот этим веществом в школе, будучи со своим другом, они им воспользовались. Вот послушайте, что там рассказывает человек. Отобьет желание нахер на 10 жизней вперед. Вообще. Название не скажем. Ищите Саша Малой. Так много интересных на самом деле штук в мире происходит. Пока я лично какой-то хуйней интересуюсь, как мне кажется. Вообще на самом деле. Потом ты открываешь для себя мир науки, каких-то таких вещей. Слушай, за миром науки, мне кажется, тут самое время следить сейчас. Да, не все так быстро происходит в силу того, что все это сложно, дорого и так далее. Очень разбираться много надо. Но пиздец, сколько вообще всего открывают. Вот мы начали с аккумуляторов жутко емких, да? А просто вдумайся. Вот у нас сейчас есть батарейка, у нее количество электронов, которые ты в нее напихать можешь, оно ограничено. Есть там суперпроводники всякие, суперконденсаторы, точнее, которые могут быстро зарядиться, быстро разрядиться, но у них емкость маленькая. То есть, ну типа, блядь, нужен стакан, а у них там на донышке копится. И, короче, представь, сколько устройств мы могли бы сделать суперкрутыми, если бы у нас был вот этот элемент питания. Машины, самолеты, квадрокоптеры, все, что движется, все, что перемещается. Всякие датчики, которые могли бы автономно работать на Северном полюсе, стоять там вот эти вот, хотя там ядерные энергии бывают, используются, которые вообще там 200 лет не прекращаются. Батарейка ядерная, охуительная тема. И сколько изобретений, патентов на изобретения. Их же десятки, сотни тысяч. И они лежат просто за счет, ну как бы вот сейчас не используется какой-то определенный чертеж, потому что в то время были свинцовые батареи. Ты берешь конструкцию оттуда и идею оттуда. Кстати, недавно влетела в шорцах, я видел эту штуку. Шляпа, блядь, с солнечной батареей и вентилятором. Ну тебе же попадалось точно. Классика из детства. Это патент, ему 200 лет. 200 лет? Ему больше, по-моему, 200 лет даже. Это один из распространенных глупых патентов. Он в интернете ходил как глупый патент. Я его в детстве увидел первый раз вообще. В году 2003, наверное. Так он же вряд ли тогда от солнечной батареи. От солнечной батареи. От солнечной? В этом же и смысл. Я это то ли в Дубае, то ли в Турции видел. Бежунь, ладно, не 200 лет. Есть страны, где это необходимо просто. Не 200 лет, бежунь, 50 лет. Это не был патент, а это буквально спасение. Ну 50 лет, ну образно, короче. Ну все равно дофига, да, конечно. И, ну во-первых, шоу будем скоро делать про всратые патенты. Мы будем их повторять и проверять. Есть ли смысл, короче, их делать на данный момент. Всякие надувные шляпы, точнее зонт, который типа с гелием накачанный. Удобно ли в нем под дождем будет ходить. Всякие жопочесалки вот эти велосипедные, которые жопу вытирают, ну с рулона туалетной бумаги. И всякая вот эта вот дичь. Ты не поверишь, сколько люди всего придумали. Это просто пиздец вообще. В каком количестве. И настолько гениальные, и настолько дурацкие есть изобретения. Вообще жесть. Пахнет новым сезоном Клик Лак Шоу, если честно. Вообще да. Чисто открываем книгу патентов. Ну в целом. Но только после того, как мы пилот выпустим. Да. Обязательно, конечно. Я придумал название. Сейчас докручу. Импотенты и импотенты. Всем патенты. Неплохо. Обращайтесь. Я умею придумывать классные названия. Назовем просто всем патенты. Всем патенты. Всем патент. От слова симпт, конечно же. Клевый подкаст получился. Спасибо. Я рад наконец-то. Наконец-то рад, что мы это сделали. И я уверен, что не последний раз с тобой миллион всего можно обсудить. Очень важная мысль, как будто бы за сегодня, вот мы сейчас обсудили, что мы разные. Мы разговариваем на разных языках. Мы совершенно по-разному думаем. Насколько у нас точек соприкосновения, это просто потрясающе. Сам, сорян, вкину напоследок. Есть такая штука коммуникация. Короче, это, по сути, наука или какая-то отрасль знания, которая исследует, как человек общается друг с другом. И там есть такие факты, что вот твой мозг, твой речевой аппарат и твой язык – это три узла, в которых информация может потеряться. Потом следует человеческое ухо и человеческий мозг. Всего пять этапов, где информация может исказиться по принципу сломанного телефона. Прикинь, как мы можем недопонимать друг друга, разговаривая о разных вещах одними и теми же словами. Такая вот история. Я надеюсь, никого не задушнил сегодня. Было вообще супер. Кайф. Кстати, про коммуникацию. Да. Мы выжили как вид Homo sapiens, потому что мы научились коммуницировать. Остальные не могли коммуницировать друг с другом? Есть теория, что кроманьонцы захавывали неандертальцев или перебили, потому что умели сбиваться в кучу для охоты и планировать свои действия. Чуть-чуть просчитывать наперед. Опять же, я недавно прослушал книгу про важность коммуникации, про то, как оно вообще сформировало все, что вокруг нас есть. И там как раз была эта информация про собак, волков, которые стали собаками, потому что приходили жрать говно человеческое. Это безумно интересно. Реально, я... Блин, про говно я первый раз слышу. Я это ярче всего запомнил, потому что я такой, о, говно, говно, я понимаю. Это я знаю. И коммуникации супер важная тема. Смол токи на вечеринках. Просто вообще возможность коммуницировать. Если бы я не умел коммуницировать, у меня бы ничего не было. Я думаю, что то, что у меня есть, это не про моё... Это, конечно, про трудолюбие и талант и всю вот эту вот штуку. Но по большей части это благодаря тому, что я умею коммуницировать и общаться с людьми. И подкаст существует тоже, потому что я обожаю находить общий язык вообще с кем угодно. В 33 года я пришёл к тому, что я с тобой полностью согласен насчёт того, что коммуникация — это 80% успеха. Я сидел в гараже и настолько там засиделся, что мне приходится сейчас вспоминать, как, блядь, с людьми общаться. И действительно выходит так, что не ты один в поле воин, а только команда всё делает. А команда — это в первую очередь взаимоотношения с людьми. Миллиард процентов. Все артисты, которые из маленького города приезжают в Москву, начинают в геометрической прогрессии с каждым днём набирать страшные обороты. Сидели пацаны у себя в Риге, типа, очень талантливые. Приехали в Москву в гости, познакомились с одним, с другим. Эти показали третьим. И всё, они за неделю, они за неделю... Новый инфопузырь. Да-да, они за неделю, типа, умножили многократно то, что строили годами, типа. И это всё коммуникации. Поэтому супер важно научиться разговаривать и коммуницировать даже с людьми, которые нам кажутся странными, потому что просто, ну, блядь, ты какой-то математик, говоришь непонятные какие-то вещи. А я хочу тебя понимать. Что мне нужно сделать для того, чтобы тебя понимать? Ну, хотя бы поверхностно, как мы, гуманитарии, это любим, изучить... Поверхностно и быстро. Поверхностно и быстро изучить твою штуку, чтобы хотя бы понимать, на каком языке ты говоришь. Круто, круто. Офигенно сегодня посидели, пацаны. Спасибо большое. Кайфы. Спасибо большое, Даник, что пришёл. Вам спасибо. Я давно ждал. Я с удовольствием зовите. Я просто сегодня посидел вечером с хорошими людьми. Да? Вообще кайф. Только теперь мы на камеру это записали. И спасибо тебе отдельное за всё то, что ты принёс в клик-клак. Это огромный... Ты сделал огромный вклад. Вам спасибо, потому что вы меня вытащили из этого ёбаного гаража. По большому счёту, из Королёва. Коммуникации, чувак. Коммуникации. Осталось вытащить тебя из Питера, блядь, обратно перевезти. И вообще нормально будет. Надо много денег, сорян. Теперь уже... Ты приезжаешь в Москву, деньги сами появляются. Отвечаю. Не надо много денег. Но мне они нужны сразу в Питере, чтобы всё перевезти. Вопрос просто. Я думаю, решим. Какое, блядь, круто. Даже вот мы запиналили тем, что важно цвести рядом друг с другом. Мы все друг друга делаем лучше. Я обожаю вас за это. Спасибо. Всех спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое всем, правда. Делайте то, что хотите. Подписывайтесь или не подписывайтесь. До следующей недели. Подкаст вам ради. Это мы, кажется, из Куджи спиздили только что, да? Что подписывайтесь или не подписывайтесь. Управляй своей жизнью сам. Ну да, я, правда, никогда не смотрел. Тимур Коргинов, Андрей Канев, респект вам тоже.